Глава 36. Кардинал де Гадди — флорентинец, придерживавшийся республиканских убеждений, противник Медичи. Кардинал де Гадди — флорентинец, придерживавшийся республикан. Орацио Бальони, каковой весьма меня любил. Беседуя со мной как-то раз среди прочих, он заметил, что что-то творится в некой гостинице, каковая была за воротами Костелло, в месте, называемом Баканелло. Вывеской этой гостиницы служило солнце красного цвета, намалеванное между двух окон. Так как окна были заперты, сказанный сеньор Орацио решил, что прямо внутри этого солнца, промеж этих двух окон, расположились за столом солдаты и кутят. Поэтому он сказал мне, — Бенвенуто, если ты возьмешься попасть на локоть от этого солнца, из этой твоей полупушки, я полагаю, ты сделаешь благое дело, потому что там слышен великий шум, так что там должно быть очень важные люди. Каковому сеньору я сказал, — Я берусь попасть в самое это солнце. Но только что вот бочка, полная камней, которая была тут же рядом с жерлом сказанной пушки, так сила огня и этого ветра, который подымает пушка, сбросит ее вниз. На что сказанный сеньор мне ответил, — Не теряй времени, Бенвенуто. Во-первых, не может быть, чтобы так, как она стоит, ветер от пушки ее свалил. Но если бы даже она свалилась, а там внизу стоял сам папа, беда была бы не так велика, как тебе кажется. Стреляй же, стреляй. Я, не раздумывая больше, выпалил в самое солнце, как и обещал, точь-в-точь. Бочка упала, как я и говорил, и угодила как раз посередине между кардиналом Форнезе и мессер Якопо Сальвиати, так что легко расплющила бы их обоих. А причиной тому было, что сказанный кардинал Форнезе как раз попрекнул, что сказанный мессер Якопо — причина разгрома Рима. Алессандро Форнезе, преемник Климента VII под именем Павла III, 1534-1549, мессер Якопо Сальвиати, попрекал его Форнезе, видимо, за то, что тот уговорил папу распустить отряды, присланные Джованне Делле Банденери. И так как они поносили друг друга, давая простор поносным словам, то по этой причине моя бочка и не расплющила их обоих. Услышав великий шум, который происходил на этом дворе внизу, добрый сеньор Орацио с великой поспешностью побежал вниз. А я, высунувшись наружу, там, где упала бочка, услышал некоторых, которые говорили, — хорошо бы убить этих пушкарей. Поэтому я повернул два фальконета к лестнице, которые вела наверх, решившись в душе, чуть только кто первый взойдет наверх, запалить один из фальконетов. Должно быть, эти слуги кардинала Форнезе имели поручение от кардинала прийти мне досадить. Поэтому я выступил вперед и держал фитиль в руке. Узнав некоторых из них, я сказал, — О, дармоеды, если вы не уберетесь отсюда, и если хоть один осмелится ступить на эту лестницу, то у меня здесь два заряженных фальконета, каковыми я из вас сделаю порошок. И пойдите сказать кардиналу, что я сделал то, что мне было приказано моими начальниками, и это было сделано и делается в их же духовенство защиту, а не в обиду им. Когда они ушли, прибежал наверх сказанный сеньор Орацио Бальоне. Каковому я сказал, чтобы он стоял поодаль, не то я его убью, потому что я прекрасно знаю, кто он такой. Этот сеньор не без страха остановился немного и сказал мне, — Бенвенута, я твой друг. На что я сказал, — Сеньор, взойдите, но только один, а там приходите, как вам будет угодно. Этот сеньор, который был пригорд, постоял немного и гневно мне сказал, — Мне охота больше не приходить сюда и сделать как раз обратное тому, что я думал сделать для тебя. На это я ему ответил, что как я поставлен на эту службу, чтобы защищать других, так же я способен защитить и самого себя. Он мне сказал, что пришел один, и так как, когда он взошел, он был изменившись в лице больше, чем следовало, то я приложил руку к шпаге и посмотрел на него по собачьи. Тогда он рассмеялся и, снова порумянив лицом, наиприветливейше мне сказал, — Мой Бенвенута, я тебя люблю как только могу, и когда настанет время, чтобы Богу было угодно, я тебе это докажу. Дал бы Бог, чтобы ты их убил, обоих этих мошенников, потому что один — причина этих великих бед, а другой, быть может, будет причиной и худшего. И он мне сказал, чтобы, если меня спросят, то чтобы я не говорил, что он тут был со мной, когда я запалил это орудие, а об остальном, чтобы я не беспокоился. Шум был превеликий, и дело тянулось немалое время. Об этом я не хочу распространяться дольше. Достаточно того, что я чуть было не отомстил за моего отца, мессер Якопо Сальвиати, который учинил ему тысячу смертоубийств, как на то жаловался сказанный мой отец. Как-никак, я нечаянно задал ему большого страха. О Форнезе я ничего не хочу говорить, потому что в своем месте видно будет, как было бы хорошо, если бы я его убил. Глава 37. Я продолжал стрелять из моих орудий, и с ними каждый день совершал что-нибудь замечательное. Так что у папы я снискал доверие и милость, неописуемые. Не проходило дня, чтобы я не убил кого-нибудь из врагов с воли. Как-то раз, среди прочих, папа разгуливал по круглой башне и увидел в прате испанского полковника, какового он узнал по некоторым приметам, потому что тот когда-то состоял у него на службе. И, рассматривая его, он о нем разговаривал. Я, который был наверху у ангела и ничего об этом не знал, а видел человека, который там стоит и распоряжается рытьем окопов, с копьецом в руке, одетый весь в розовое, раздумывая, что бы такое я мог ему сделать, взял один мой кречет, который там у меня был, а это такое орудие, больше и длиннее сакра, вроде полукулеврины. Это орудие я разрядил, затем зарядил его изрядной долей мелкого пороха, перемешанного с крупным, затем отлично навел его на этого красного человека, взяв изумительную дугу, потому что тот был настолько далеко, что по науке нельзя было бы попасть на таком расстоянии из подобного рода орудия. Я запалил и угодил прямо в середину этому красному человеку, каковой из щегольства привесил себе шпагу спереди на некий свой испанский манер. И вот когда мое ядро, долетев, ударилось об эту шпагу, то видно было, как сказанного человека разрезало пополам. Папа, который ничего такого не ожидал, пришел в великое удовольствие и изумление, как потому, что ему казалось невозможным, чтобы орудие могло попасть в такую далекую цель, так и потому, что этого человека разрезало пополам, он не мог уразуметь, как это могло случиться, и, послав за мной, стал меня спрашивать. Поэтому я ему рассказал, какое я приложил тщание, производя выстрел. Но почему человек оказался разрезанным пополам, тому ни он, ни я не понимали причины. Преклонив колено, я попросил его благословить меня во отпущение этого человека-убийства и других, которые я учинил в этом замке на службе церкви. На это папа, воздев руки и осенив широким крестным знаменем мою фигуру, сказал мне, что он меня благословляет, и что он мне прощает все человекоубийства, которые я когда-либо совершил, и все те, которые я когда-либо совершу на службе апостольской церкви. Удалившись, я пошел наверх и с усердием безостановочно стрелял. И почти ни один выстрел не попадал мимо. Мое рисование и мои прекрасные занятия и моя красота музыкальной игры все ушло в игру на этих орудиях. И если бы я рассказал подробно все те чудесные дела, какие в этой адовости жестокой я совершил, я бы изумил мир. Но чтобы не быть слишком длинным, я их опускаю. Скажу только о некоторых из наиболее замечательных, каковы мне необходимы. Так вот, размышляя днем и ночью, что бы я мог сделать со своей стороны в защиту церкви, заметив, что враги сменяют караул и проходят через ворота Санто-Спирито, каковые были в выстреле разумном, но так как стрелять мне приходилось в кость, то мне не удавалось причинить того великого вреда, какой мне хотелось причинить. Все же каждый день их убивалось весьма изрядно. Поэтому враги, видя, что эта дорога заграждена, наставили тридцать с лишним бочек однажды ночью на верхушку одной крыши, каковые мне загораживали этот вид. Я, обдумав этот случай немного лучше, чем прежде, повернул все мои пять орудий, направив их на сказанные бочки, и стал ждать двадцати двух часов, когда как раз сменялся караул. И так как они, считая себя безопасными, шли гораздо медленнее и гораздо гуще, чем обычно, то я, запалив свои поддувала, не только сбросил наземь эти бочки, которые мне мешали, но одним этим поддувом уложил больше тридцати человек. Поэтому, так как это повторялось потом еще два раза, солдаты пришли в такой беспорядок, что, будучи к тому же полны добычи великого разгрома, так что иные из них желали вкусить от своих трудов, они не раз пытались взбунтоваться, чтобы уйти. Однако, сдержанные этим их храбрым капитаном, какового звали Джан Дюрбино, они к великому своему неудобству были вынуждены избрать другую дорогу, чтобы сменять свои караулы. Хуан Дюрбино — испанский военачальник, служивший под командованием принца Аранскара. Каковое неудобство составляло свыше трех миль, тогда как по-прежней не было и полумили. После этого подвига все сеньоры, которые были в замке, оказывали мне удивительные милости. Этот случай, ибо он имел такие важные последствия, я хотел его рассказать, чтобы покончить с этим, потому что они не из того художества, которое подвигает меня писать, ибо если бы всем таким я пожелал изукрасить свою жизнь, то мне бы слишком многое оставалось сказать. Вот еще только одно, о чем я в своем месте скажу. Глава тридцать восьмая Перескакивая немного вперед, расскажу, как папа Климент, чтобы спасти тиары со всем множеством великих драгоценностей апостолической камеры, велел меня позвать и заперся с кавальяриной и со мною в комнате наедине. Этот кавальярино был когда-то слугой при конюшне Филиппо Строцци. Филиппо Строцци из знатной флорентийской семьи, сторонник республиканской партии, попав в плен Козимо Медичи, покончил самоубийством в тюрьме 1538 год. Был он француз, человек рождения самого подлого. И так как он был великим слугой, то папа Климент сделал его богатейшим и доверял ему как самому себе. Так что, когда сказанный папа и кавальяри, и я заперлись в сказанной комнате, они выложили передо мной сказанные тиары со всем этим великим множеством драгоценностей апостолической камеры. И он велел мне все их вынуть из золота, в которое они были оправлены. И я так и сделал. Затем я завернул их каждую в кусочек бумаги, и мы их зашили в некие подкладки к папе и к сказанному кавальярину. Затем они дали мне все золото, какового было фунтов двести, и сказали мне, чтобы я его переплавил насколько можно более тайно. Я пошел к Ангелу, где была моя комната, каковую я мог запирать, чтобы никто мне не мешал. Соорудив себе здесь из кирпичей самодувную печурку и приладив в поду сказанной печки довольно большой зольник в виде блюдца, бросая золото сверху на уголье, оно понемногу падало на это блюдо. Пока эта печка работала, я постоянно бдил, чем бы мне повредить нашим врагам. А так, когда окопов наших врагов внизу было от нас ближе, чем камнем бросить, то я причинял им вред в сказанных окопах некоим древним ломом, которого было несколько куч, прежние замковые запасы. Взяв один сакр и один фальконет, у каковых были у обоих пообломаны жерла, я их набивал этим ломом, и когда я затем эти орудия запаливал, он летел вниз, как сумасшедший, причиняя сказанным окопам много неожиданных бед. И таким вот образом, держа их постоянно на готове, пока я плавил сказанное золото, я незадолго до вечерни увидел, что подъезжает вдоль края окопа один верхом на муле. Прибыстро бежал этот мул, а тот что-то говорил тем, что в окопах. Я приготовился запалить свое орудие пораньше, чем он со мной поравняется. И так, запалив с верным расчетом, едва он поравнялся, я ему попал одним из этих обломков прямо в лицо. Остаток угодил в мула, каковой упал мертвым. В окопе послышался превеликий шум. Я запалил второе орудие, не без великого для них вреда. Это был принц Аранский, который нутром окопов был отнесен в некую гостиницу по соседству, куда сбежалась в скорости вся войсковая знать. После гибели Карла Бурбона принял начальство над императорскими войсками в Риме принц Аранский. Погиб через три года, 1530-й, при осаде Флоренции. Когда папа Климент услышал, что я сделал, он тотчас же послал за мной, и, спросив меня о случившемся, я ему все поведал и, кроме того, сказал ему, что это должно быть чрезвычайно важный человек, потому что в этой гостинице, куда его отнесли, тотчас же собрались все главари этого войска, насколько о том можно было судить. Папа в отличнейшем духе велел позвать мессер Антонио Санта-Крочи, каковой дворянин был главой и предводителем всех пушкарей, как я говорил. Сказал, чтобы он велел всем нам, пушкарям, чтобы мы навели все наши орудия на этот сказанный дом, каковых было бесконечное множество, и чтобы по выстрелу из аркебузы каждый палил, так что с убийством этих вождей это войско, которое сейчас как бы на подпорках совсем развалится, и что, быть может, Господь услышит их моления, которые они так часто возносят, и таким путем избавит их от этих нечестивых злодеев. Когда мы приготовили наши орудия, согласно приказанию Санта-Крочи, и ждали знака, об этом узнал кардинал Орсино, и начал кричать на папу, говоря, что ни в коем случае нельзя этого делать, потому что вот-вот будет заключено соглашение, а что, если этих убьют, то лагерь без вождя силой ворвется в замок и погубит их в конец. Кардинал Орсино, Франчотто или Франческо Орсини, принадлежал к высшей римской знати. В молодости славился буйной разгульной жизнью. В 1517 году сделан кардиналом. Умер в 1557 году. Поэтому они не хотят, чтобы это было сделано. Бедный папа, в отчаянии, видя, что его режут и внутри, и снаружи, сказал, что предоставляет размыслить им. Когда приказ был таким образом отменен, я, который не мог выдержать, узнав, что ко мне идут с приказом не стрелять, запалил полупушку, которая у меня была, каковая попала в столб во дворе этого дома, где я видел прислонившимся множество людей. Этот выстрел причинил врагам столь великий вред, что они готовы были покинуть дом. Этот кардинал Урсино, сказанный, хотел меня велеть повесить или убить во что бы то ни стало, против чего папа смело меня защищал. Громкие слова, которые между ними довелись, хоть я их и знаю, но так как не мое ремесло писать истории, то мне нет надобности их говорить, а буду заниматься только своим делом. Глава тридцать девятая Переплавив золото, я отнес его папе, каковой много меня благодарил за все, что я сделал, и велел кавальярино, чтобы тот дал мне двадцать пять скудо, извиняясь передо мной, что большего у него нет, чтобы он мог мне дать. Спустя несколько дней было заключено соглашение. Я отправился к сеньору Орацио Бальоне вместе с тремястами товарищами в Перуджу. И там сеньор Орацио хотел мне поручить этот отряд, какового я тогда не захотел, сказав, что сперва хочу съездить повидать моего отца и выкупить изгнание, какое у меня было из Флоренции. Сказанный сеньор мне сказал, что он назначен капитаном флорентинцев. И тут же был сер Пьеро Мария Дилотто, посланец сказанных флорентинцев, каковому сказанный сеньор Орацио весьма меня припоручил как своего человека. Спустя несколько дней было заключено соглашение. Это произошло в июне 1527 года. В декабре папе Клименту Седьмому удалось бежать из замка Святого Ангела переодетым. По соглашению папа не только отдавал некоторые важные свои города, но и должен был уплатить контрибуцию в размере 400 тысяч дукатов. Изгнание, какое у меня было из Флоренции, об этом смотрите в главе 18-й. Пьеро Мария Дилотто, бывший нотариус флорентийской сеньории. Так я отправился во Флоренцию с несколькими другими товарищами. Чума была неописуемая, великая. Прибыв во Флоренцию, я разыскал моего доброго отца, каковой считал, что я или погиб во время этого разгрома, или вернусь к нему голым. Каковое случилось совсем наоборот. Я был жив, со множеством денег, со слугой и на добром коне. Когда я явился к своему старику, такова была радость, в которой я его увидел, что я думал, пока он меня обнимал и целовал, что он от нее, наверное, тут же умрет. Рассказав ему все эти дьявольщины разгрома и дав ему в руки изрядное количество скуда, каковые я себе заработал по-солдатски, когда мы обласкали друг друга, добрый отец и я, он тотчас же отправился в совет восьми выкупать мое изгнание. И оказалось случайно, что в числе восьми был один из тех, которые мне его дали. И это был тот самый, который безрассудно сказал тот раз моему отцу, что хочет послать меня на дачу с копейщиками. Поэтому мой отец отпустил в отмеску несколько приличествующих слов, вызванных теми милостями, которые мне оказал сеньор Орацио При таком положении дел я рассказал отцу, как сеньор Орацио избрал меня в капитаны, и что мне пора начать подумывать о том, чтобы набирать отряд. От этих слов бедный отец, сразу же расстроившись, стал меня умолять Господом Богом, чтобы я не брался за это предприятие, хоть он и знает, что я способен и на это, и на еще большее, говоря мне при этом, что уже другой его сын и мой брат весьма отважен на войне, а что я должен заниматься тем чудесным искусством, над каковым я столько лет и с таким великим усердием потрудился уже. Хоть я ему и обещал послушаться, он рассудил, как человек умный, что если явится сеньор Орацио, то как потому, что я ему обещал, и по иным причинам, я никак не смогу приминуть, чтобы не предаться воинским делам. И вот он ловким способом задумал удалить меня из Флоренции, говоря так, о, дорогой мой сын, чума здесь неописуемая, великая, и мне все время кажется, что ты вот-вот вернешься с нею домой. Я помню, что когда я был еще молодым человеком, я отправился в Мантую, в каковом городе я был весьма обласкан, и там я прожил несколько лет. Я тебя прошу и приказываю тебе, чтобы ради любви ко мне, и лучше сегодня, чем завтра, ты отсюда убрался и отправился туда. Глава сороковая Так как мне всегда нравилось видеть свет, и никогда еще не бывав в Мантуе, я охотно отправился, взяв деньги, которые привез с собой. А большую их часть оставил своему доброму отцу, обещав ему помогать всегда, где бы я ни был, и оставив мою старшую сестру руководительницей бедному отцу. Имя ей было коза, и так как она никогда не желала иметь мужа, то была принята в монахине к святой Орсоли, а пока оставалась в помощь и надзор старику отцу и в руководство другой моей сестре младшей, какова я была замужем за некоим Бартоломео воятелем. Итак, отбыв с отцовским благословением, я взял своего доброго коня и на нем отправился в Мантую. Слишком многое пришлось бы мне рассказать, если бы я хотел подробно описывать это маленькое путешествие. Так как мир был омрачен чумой и войной, я с превеликой трудностью все же добрался потом до сказанной Манты, мантуи. В каковую, когда я прибыл, я стал искать, где начать работать. И вот меня приставил к делу некий маэстро Николо, миланец, каковой был золотых дел мастером у герцога сказанной Манты. Имя ей было Коза, Коза или Николоза, монахиня из Флорентийского монастыря Сан-Тур-Солы. Другой моей сестре речь идет о репарате, вышедшей замуж за скульптора Бартоломео. У герцога сказанной Манты Федериго II Гонзага. Когда я оказался приставлен к делу, я два дня спустя пошел навестить мессер Юлио Романо, превосходнейшего живописца, уже сказанного, большого моего друга. Каковой мессер Юлио учинил мне неописуемые ласки и очень сердился, что я не приехал спешиться у его дома. А жил он вельможей и выполнял для герцога работу за воротами Манты в месте, называемом Те. Эта работа была велика и изумительна, как должно быть, можно видеть и сейчас. Сказанный мессер Юлио тотчас же в весьма лестных словах поговорил обо мне с герцогом, каковой велел, чтобы я ему сделал модель, чтобы хранить частицу крови Христовой, которая у них имеется, каковая, как говорят, принесена туда лонгином. Затем он обернулся к сказанному мессер Юлио, говоря ему, чтобы он сделал мне рисунок для сказанного ковчега. принесенная туда лонгином, по преданию римский центурион, командовавший стражей при казни Христа, раскаявшись, стал христианским проповедником и принял за это мученическую смерть. На этом мессер Юлио сказал, Государь, бенвенута человек, который не нуждается в чужих рисунках, и в этом ваша светлость вполне убедится, когда увидят его модель. Принявшись делать эту сказанную модель, я сделал рисунок к сказанному ковчегу, так, чтобы он вполне вмещал сказанную скляницу. Затем, кроме того, сделал восковую модельку. Это был сидящий Христос, который левой рукой, поднятой кверху, придерживал большой свой крест, прислоняясь к нему, а правой рукой как бы раскрывал у себя пальцами рану на груди. Когда эта модель была закончена, она так понравилась герцогу, что милости были неописуемы, и он велел мне сказать, что оставит меня у себя на службе на таких условиях, что я смогу там жить богато. Известно только по рисунку и по бронзовой копии ковчега, но без фигуры Христа. Тем временем я представился его брату кардиналу, и сказанный кардинал попросил герцога, чтобы тот разрешил мне сделать архипастерскую печать его преосвященства, каковую я и начал. герцога. Пока я эту самую работу делал, меня постигла перемежная лихорадка, и поэтому, когда эта лихорадка меня забирала, я лишался разумения. Так что я проклинал мантую и того, кто ей хозяин, и тех, кто по доброй воле в ней живет. Эти слова были пересказаны герцогу, этим его миланским золотых дел мастером, каковой прекрасно видел, что герцог хочет пользоваться мною. Когда сказанный герцог услышал эти мои недужные слова, он люто на меня рассердился. А так как я был рассержен на мантую, то в гневе мы были равны. Когда я кончил мою печать, что заняло четыре месяца, вместе с некоторыми другими вещицами, сделанными для герцога под именем кардинала, «Сказанный кардинал хорошо мне заплатил и просил меня, чтобы я вернулся в Рим, в этот чудесный город, где мы познакомились». Когда я кончил мою печать, сохранились два ее оттиска. Выехав с изрядной суммой мантуанских скуда, я прибыл в Говерно, место, где был убит этот отважнейший сеньор Джованни. Говерно или Говерноло — замок в провинции Манте на слиянии По и Минчо. Там в 1526 году умер Джованни Делле Банденери. Здесь меня постиг небольшой приступ лихорадки, каковая нисколько не помешала моему путешествию, и, оставшись в сказанном месте, никогда уже потом у меня не бывало. Прибыв затем во Флоренцию, думая найти моего дорогого отца, а, постучав в дверь, в окне показалась некая бешеная горбунья, и стала меня гнать с великой грубостью, говоря, что я ее извел. Каковой горбуньей я сказал, — да скажи ты мне, горбунья неподобная, неужели в этом доме нет другого лица, кроме твоего? Нет, будь ты неладен. Каковой я сказал громко, — а твоего пусть не хватит и на два часа. И на этот спор вышла соседка, каковая мне сказала, что мой отец и все, сколько их было из моей семьи, умерли от чумы. Во время этой эпидемии умерло несколько десятков тысяч человек. Так как я об этом уже догадывался, то по этой причине скорбь была меньше. Затем она мне сказала, что в живых осталась только эта младшая моя сестра, которую звали Леперата, что ее приютила одна святая женщина, каковую звали Мона Андреа де Белатчи. Леперата Репарата Я поехал дальше, чтобы отправиться в гостиницу. Случайно мне встретился один мой дружище, этого звали Джованни Ригольи. Я оспешился у его дома, и мы пошли на площадь, где я получил вести, что брат мой жив. Какового я и пошел разыскивать в дом к одному его другу, которого звали Бертино Альдобранди. Вояка, любимый ученик Франческо Челлини, был убит в ссоре. Он-то и стал нечаянным виновником в смерти Франческо. Когда я разыскал брата, и пошли бесконечные ласки и приветствия, а потому они были необыкновенные, что и ему обо мне, и мне о нем было сообщено о смерти каждого из нас. Затем, подняв превеликий смех с изумлением, взяв меня за руку, он мне сказал, — Идем, брат, я тебя сведу в такое место, какого ты никогда бы и не вообразил. Дело в том, что я выдал второй раз замуж нашу сестру Леперату, которая совершенно уверена, что ты умер. Пока мы шли в это место, мы рассказывали друг другу чудеснейшие вещи, случившиеся с нами, а когда мы явились в дом, где жила сестра, на нее нашло такое иступление от неожиданной новости, что она упала мне на руки без чувств. И если бы при этом не присутствовал мой брат, действие было такое, без единого слова, что муж сперва не думал, что я ей брат. Когда Чекино, мой брат, заговорил и помог бесчувственной, она быстро пришла в себя, и, поплакав немножечко об отце, о сестре, о муже, о своем сынишке, она стала собирать к ужину, и на этой веселой свадьбе за весь вечер больше не говорилось о мертвых, а велись только свадебные разговоры, и так мы радостно и с великим удовольствием отужинали. Глава сорок первая Понуждаемый просьбами брата и сестры, я по этой причине остался во Флоренции, потому что желание мое было направлено к тому, чтобы мне вернуться в Рим. Также и этот дорогой мой друг, о котором я уже говорил, как много он мне помог в некоторых моих невзгодах, это был Пьеро, сын Джованни, Ланди. Также и этот Пьеро мне сказал, что мне бы следовало задержаться несколько во Флоренции, потому что, так как Медичи были изгнаны из Флоренции, то есть сеньор Ипполито и сеньор Александро, каковые стали потом один кардиналом, а другой герцогом флорентийским, этот сказанный Пьеро мне сказал, что мне следует остаться немного, чтобы посмотреть, что делается. В 1527 году флорентийцы, воспользовавшись тем, что папа Клемент VII был осажден в замке Святого Ангела, прогнали Медичи и выбрали гонфолоньером Никколо Каппони. Сеньоры Полито и сеньор Александро, принадлежа к одному, хотя и разветвленному клану Медичи, Ипполито и Александро разошлись в своих политических устремлениях. Когда в 1530 году объединенные войска Папы и Карла V взяли Флоренцию, то во главе ее был поставлен Александро, вскоре покончивший с республиканским образом правления и провозгласивший себя герцогом. Ипполито, сделанный кардиналом в 1529 году, возглавил в Риме партию республиканцев-изгнанников. В 1535 году был отравлен подосланными герцогом Александро убийцами, а через некоторое время был заколот и герцог Александро. Так я начал работать на новом рынке. И оправлял великое множество драгоценных камней, и хорошо зарабатывал. В это время приехал во Флоренцию один сиенец по имени Джероламо Моретти. В трактате о ювелирном искусстве он упоминается под именем Моретти. Этот сиенец долгое время жил в Турции и был человек живого ума. Он пришел ко мне в мастерскую и дал мне сделать золотую медаль, чтобы носить на шляпе. Он хотел на этой медали, чтобы я сделал геркулеса, который раздирает пасть льву. И вот я принялся его делать. И пока я над ним работал, заходил много раз в Микеланьоло Буонаротти посмотреть на него. А так как я очень над ним потрудился, и положение фигуры, и лютость зверя были совсем другие, чем у всех тех, кто до сих пор это делал. А также потому, что этот способ работы был совершенно неизвестен этому божественному Микеланьоло, то он так хвалил эту мою работу, что меня одолело такое желание сделать хорошо, что это было нечто неописуемое. Но так как у меня не было никакой другой работы, как только оправлять драгоценные камни, то, хоть это и давало мне наибольший заработок, какой я мог иметь, я этим не удовлетворился, потому что мне хотелось работы другого свойства, чем оправлять камни. В это время случилось, что некий Федериго Джинори, юноша весьма возвышенной души, этот юноша много лет жил в Неаполе, и так как он был весьма красив телом и внешностью, то он влюбился в Неаполе в одну принцессу, так вот, желая сделать медаль, на каковой был бы атлант с миром на плечах, он попросил великого Микеланьоло, чтобы тот ему сделал небольшой рисунок, каковой сказал сказанному Федериго, сходите к некоему молодому золотых дел мастеру, имя которому Бенвенуто, этот вам услужит очень хорошо. И ему уж, конечно, не потребуется моего рисунка. Но, чтобы вы не думали, будто я хочу избежать трудов над такой малостью, я весьма охотно сделаю вам небольшой рисунок. А пока поговорите со сказанным Бенвенуто, чтобы и он также сделал небольшую модельку. Затем то, что лучше, возьмется в работу. Некий Федериго Джинори в трактате о ювелирном искусстве Челлини воздает ему хвалу за меценатство. Этот Федериго Джинори пришел ко мне и сказал мне свое желание, а также, как этот удивительный Микеланьоло меня хвалил, и что я также должен сделать небольшую восковую модельку, в то время как этот дивный человек обещал ему сделать небольшой рисунок. Мне придали столько духу эти слова этого великого человека, что я тотчас же принялся с превеликим усердием делать сказанную модель. А когда я ее кончил, некий живописец, большой друг Микеланьоло по имени Джулиано Буджардини, он мне принес рисунок Атланта. Джулиано Буджардини, флорентийский художник, ученик Гирландайо. В то же время я показал сказанному Джулиано мою восковую модельку, каковая была весьма отлично от этого рисунка Микеланьоло. Настолько, что сказанные Федериго, а также и Буджардино решили, что я должен его делать по моей модели. И так я его начал, и его видел превосходнейший Микеланьоло. И так мне его хвалил, что это было нечто неописуемое. Это была фигура, как я сказал, выбитая в пластине. На плечах у нее было небо в виде хрустального шара, с вырезанным на нем его зодиаком, на лапез лазулиевом поле. Вместе со сказанной фигурой оно имело такой красивый вид, что это было нечто неописуемое. Внизу была надпись буквами, каковые гласили «Сумма, Тулиссе, Джуват». Будучи доволен, сказанное Федериго заплатил мне прищедро. Так как в это время миссер Алуиджи Аламанни был во Флоренции, он был другом сказанного Федериго Джинори, каковой много раз приводил его ко мне в мастерскую, и благодаря ему он стал мне очень близким другом. Луиджи Аламанни, 1496-1556, известный поэт, автор дидактических поэм, родом из Флоренции. Из-за своих республиканских симпатий вынужден был бежать во Францию. Глава 42 Когда папа Климент двинулся войной на город Флоренцию, и тот приготовился к обороне, и город по всем околоткам начал снаряжать народные ополчения, то также и я был призван в свою очередь. Я снарядился богато, водился с высшей флорентийской знатью, каковые очень дружно выказывали желание сражаться для этой обороны. И держались речи по всем околоткам, известно какие. К тому же молодые люди бывали чаще, чем обычно, вместе, и ни о чем другом не говорилось, как об этом. Когда как-то раз около полудня собралось у меня в мастерской множество мужчин и молодых людей, первейших в городе, мне принесли письмо из Рима, каковое было от некоего, которого в Риме называли маэстро Якупино Делла Барка. Звали его Якопо Делло Шорино, а в Риме Делла Барка, потому что он держал лодку, которая перевозила через Тибор между мостом Систо и мостом Санто Аньоло. Этот маэстро Якупо был человек очень остроумный и вел занятные и отличнейшие разговоры. Когда-то он работал во Флоренции и переводил рисунки для шелкоделов. Не совсем точно, не только для шелкоделов, вернее всего было бы назвать маэстро Якупо художником по тканям. Этот человек был большим другом папы Климента, каковой находил великое удовольствие в том, чтобы слушать его разговоры. Когда он как-то раз вел эти самые разговоры, зашла у него речь и о разгроме, и о действиях замка. И папа, вспомнив обо мне, наговорил обо мне столько хорошего, сколько вообразить невозможно. И добавил, что если б он знал, где я, он был бы рад меня залучить. Сказанный маэстро Якупо сказал, что я во Флоренции. Поэтому папа верил ему, чтобы он мне написал, чтобы я к нему возвратился. Это сказанное письмо содержало, что я должен вернуться на службу к Клименту, и благо мне будет. Эти молодые люди, которые тут же присутствовали, хотели знать, что это письмо содержит. Поэтому я, насколько мог лучше, его утаил. Затем я написал сказанному маэстро Якупо, прося его, чтобы он ни ради хорошего, ни ради худого, никоим образом мне не писал. А тот, еще больше разохотившись, написал мне новое письмо, которое настолько выходило из границ, что если бы его увидели, мне пришлось бы плохо. Оно гласило, чтобы от имени папы я ехал немедленно, каковой хочет занять меня делами величайшей важности. И чтобы, если я хочу поступить правильно, я все бросил немедленно и не оставался действовать против папы заодно с этими сумасбродными бешеными. Увидав это письмо, я так испугался, что пошел к этому моему дорогому другу, которого звали Пьер Ланди. Каковой, взглянув на меня, сразу же меня спросил, что со мной случилось, что у меня такой расстроенный вид. Я сказал моему другу, что того, что со мной случилось, что привело меня в такое великое расстройство, этого я никоим образом не могу ему сказать. Я только попросил его, чтобы он взял вот эти ключи, которые я ему даю, и чтобы он вернул драгоценные камни и золото такому-то и такому-то, которых он найдет у меня записанными в книжечке. Затем пусть возьмет мое домашнее имущество и немного присмотрит за ним с обычной своей добротой. А что через несколько дней он узнает, где я? Этот умный юноша, должно быть, почти догадываясь, в чем дело, сказал мне, брат мой, уезжай скорее. Потом напиши, о вещах своих не думай. Так я и сделал. Это был самый верный друг, самый умный, самый порядочный, самый внимательный, самый нежный, которого я когда-либо знавал. Уехав из Флоренции, я отправился в Рим и оттуда написал. Глава сорок третий Как только я прибыл в Рим, я встретил часть моих друзей, каковыми и был весьма хорошо встречен и обласкан, и тотчас же принялся исполнять работы все для заработка, и не такие, чтобы их описывать. Был некий старичок золотых делмастер, какового звали Рафаэлло дель Моро. Весьма чтимый флорентийский ювелир, неоднократно упоминаемый Челлини в его трактате о ювелирном искусстве. Это был человек весьма известный в цехе, и в остальном это был очень почтенный человек. Он меня попросил, чтобы я согласился пойти работать в его мастерскую, потому что ему надо исполнить несколько важных работ, каковые были весьма прибыльны, и я охотно пошел. Прошло уже десять с лишним дней, а я все еще не показывался к этому сказанному маэстро Якупино Делла Барко. Каковой, случайно меня встретив, весьма меня приветствовал и спросил меня, давно ли я приехал, на что я ему сказал, что тому уже около двух недель. Этот человек очень рассердился и сказал мне, что я очень мало считаюсь с папой, каковой с великой настойчивостью уже три раза велел ему писать ко мне. Я же, который сердился куда больше, чем он, ничего ему не ответил, но проглотил злобу. Этот человек, который был преизобилен словами, попал в колею и столько наговорил, что когда я наконец увидел, что он устал, я ему ничего не сказал, как только то, чтобы он свел меня к папе, когда ему будет угодно. Каковой ответил, что можно в любое время, на это я ему сказал, и я тоже всегда готов. Он двинулся в сторону дворца, и я с ним. Это было в страстной четверг. Когда мы пришли в папские покои, то, так как его знали, а меня ждали, нас тотчас же впустили. Папа был в постели, немного нездоровый, и с ним был мессер Якопо Сальвиати и архиепископ Капуанский. Увидев меня, папа весьма необычайно обрадовался. Я же, облобызав ему ноги со всем смирением, с каким только мог, подошел к нему, показывая, что хочу сказать ему нечто важное. Он тотчас же сделал знак рукой, и сказанные мессеры Якопо и архиепископ отошли очень далеко от нас. Я сразу начал, говоря Всеблаженный Отче, с тех пор, как был разгром, и по сей день я не мог ни исповедаться, ни причаститься, потому что мне не дают отпущения. Дело в том, что когда я плавил золото и делал эту работу по выемке камней, ваше святейшество отдали распоряжение кавальярино, чтобы он дал мне некоторую малую награду за мои труды, каковой я не получил вовсе. И он даже скорее наговорил мне грубостей. Отправившись наверх, туда, где я плавил сказанное золото, убрав золу, я нашел фунта полтора золота в таких крупинках, вроде как проса. И так как у меня не было достаточно денег, чтобы вернуться пристойно к себе домой, я подумал воспользоваться ими и возвратить их потом, когда мне представится удобство. И вот я здесь у ног вашего святейшества, каково и есть истинный духовник. И да окажет оно мне такую милость, даровать мне разрешение, дабы я мог исповедаться и причаститься, и через милость вашего святейшества снова обрести милость Господа моего и Бога. Тогда папа, со смиренным вздохом, быть может, вспоминая свои горести, сказал такие слова. Бенвенуто. — Я действительно тот, о ком ты говоришь, который могу отпустить тебе всякое прегрешение, тобой соделанное, и к тому же хочу. Поэтому совершенно откровенно и чистосердечно выскажи все, ибо если бы даже ты взял стоимость одной из этих тиар целиком, я вполне расположен тебя простить. Тогда я сказал. — Другого я не брал, Всеблаженный Отче, как только то, что я сказал. А это не достигало стоимости ста сорока дукатов. Потому что столько я за это получил на монетном дворе в Перудже, и с ними я отправился утешить моего бедного старика-отца. Папа сказал. — Твой отец был такой добродетельный, добрый и честный человек, какой когда-либо рождался, и ты у него не выродок. Очень мне жаль, что денег было мало, но те, которые ты говоришь, что были, я тебе дарю и все тебе прощаю. Поведай об этом духовнику, если нет ничего больше, чтобы касалось меня, а потом, исповедовавшись и причастившись, покажись опять, и благо тебе будет. Когда я отошел от папы, и приблизились сказанные мессер Якопо с архиепископом, папа сказал столько хорошего обо мне, сколько вообще можно сказать про человека на свете. Он сказал, что исповедал меня и дал отпущение, потом прибавил, говоря архиепископу Капуанскому, чтобы он послал за мной и спросил, нет ли у меня другой нужды, кроме этого случая, чтобы он дал мне отпущение во всем, что он дает ему на это полную власть, и чтобы он вдобавок обласкал меня, как только может. Когда я выходил с этим маэстро Якупино, он с величайшим любопытством меня выспрашивал, что это были за потаенные и длинные разговоры, которые я имел с папой. Так как он спросил меня об этом больше двух раз, то я ему сказал, что не желаю этого ему говорить, потому что это дела, которые его не касаются, и поэтому пусть он меня больше об этом не спрашивает. Я пошел и сделал все то, что было условлено с папой. Затем, когда миновали оба праздника, я пошел ему представиться. Он же, обласкав меня еще больше, чем первый раз, сказал мне, если бы ты приехал в Рим немного раньше, я бы дал тебе восстановить те мои две тиары, которые мы погубили в замке. Но так как это вещи, если не считать камней, малостоящие, то я тебя займу работой величайшей ценности, где ты сможешь показать, что ты умеешь делать. Это застежка для Ризы, каковая делается круглой в виде блюдца и величиной с блюдечка в треть локтя. На ней я хочу, чтобы был сделан бог-отец полурельефом, а посередине ее я хочу приладить ту красивую грань большого алмаза со множеством других камней величайшей ценности. Одну такую начал было Карадоссо, да так и не кончил. Это я хочу, чтобы была кончена скоро, потому что хочу еще и сам немножко ею полюбоваться. Иди же и сделай красивую модельку. И велел мне показать все камни, так что я тотчас же ушел стрелой. Глава 44 Пока вокруг Флоренции была осада, этот Федериго Джинори, которому я сделал медаль с Атлантом, умер от чахотки. И сказанная медаль досталась в руки мессер Луиджи Аламанни, каковой спустя малое время сам повез ее дарить королю Франциску, королю Франции, с некоторыми своими прекраснейшими писаниями. Так как медаль эта чрезвычайно понравилась королю, даровитейший мессер Луиджи Аламанни сказал обо мне, его величеству, несколько слов про мои достоинства, помимо искусства, с такой благожелательностью, что король выказал желание со мной познакомиться. Пока я со всем усердием, с каким только мог, усердствовал надсказанной моделькой, каковую я делал точь в точь той же величины, какой должна была быть самая вещь, обиделись в золотых дел цехи многие из тех, кто считал себя способным это сделать. И так как в Рим приехал некий Микелетто, большой искусник резать по сердолику, кроме того, он был весьма знающий ювелир и был человек старой и большой известности, то он принял участие в заботе об обеих папских тиарах. Когда я делал эту сказанную модель, он очень удивлялся, что я к нему не обратился, благо он человек знающий и в большом доверии у папы. Наконец, видя, что я к нему не иду, он сам пришел ко мне, спрашивая меня, что я делаю. То, что мне велел папа, я ему ответил. Тогда он сказал, папа велел мне, чтобы я наблюдал за всем тем, что делается для его святейшества. На что я сказал, что сперва спрошу у папы, и тогда буду знать, что ему ответить. Он мне сказал, что я об этом пожалею. И, уйдя от меня рассерженным, повидался со всеми этими в цехе, и, поговорив об этом деле, они его поручили сказанному Микеле. И тот с этим своим хитроумием заказал некоим искусным рисовальщикам свыше тридцати рисунков, все друг от друга отличных, этого самого замысла. И так как он имел в своем распоряжении папское ухо, то, стокнувшись еще с одним ювелиром, какового звали Помпео, миланцем, это был большой любимец папы и приходился родственникам мессер Трояно, первому папскому камерарию, оба они начали, то есть Микеле и Помпео, говорить папе, что видели мою модель, и что им кажется, что я неподходящее орудие для столь удивительного предприятия. Помпео де Капитанеис, убитый в 1534 году Челлини. На это папа сказал, что должен посмотреть и сам, и если я не подхожу, то надо будет поискать, кто бы подошел. Те оба сказали, что у них имеется несколько чудесных рисунков для этой вещи. На это папа сказал, что он этому очень рад, но что он не хочет смотреть их, пока я не кончу свою модель, а тогда он посмотрит все вместе. В несколько дней я кончил модель, и когда однажды утром я понес ее к папе, этот мессер Трояно сказал мне подождать, а сам тем временем спешно послал за Микелетто и Помпео, говоря им, чтобы они несли рисунки. Трояно Аликорно, миланский клирик, пользовавшийся полным доверием папы. Когда они явились, нас ввели. Поэтому тотчас же Микеле и Помпео начали разворачивать свои рисунки, а папа их рассматривать. А так как рисовальщики не ювелирного цеха не знают расположение камней, а те, что были ювелирами, их этому не научили, потому что ювелиру необходимо, когда среди его камней располагаются фигуры, чтобы он умел рисовать, иначе у него ничего хорошего не выйдет, то все эти рисунки укрепили этот чудесный алмаз посередине груди у этого бога отца. Папа, у которого было отличнейшее понимание, увидев такое дело, оно ему не понравилось. И когда он просмотрел их до десятка, то, кинув остальные на земь, он сказал мне, который стоял себе тут же в стороне, покажи-ка сюда, Бен Венута, твою модель, чтобы я видел, та же ли у тебя ошибка, что и у них. Я подошел, и когда я раскрыл круглую шкатулочку, то словно блеск ударил папе прямо в глаза. И он сказал громким голосом, если бы ты сидел у меня в теле, ты бы сделал это как раз так, как я вижу. Эти ничего другого не могли придумать, чтобы опозориться. Столпилось множество вельмож, и папа показывал разницу, какая была между моей моделью и рисунками тех. Когда он вдоволь похвалил ее, а те стояли испуганные и неуклюжие в его присутствии, он обернулся ко мне и сказал, — Я здесь вижу только одну беду, но она при великой важности. Мой Бен Венута с воском работать легче. Вся штука в том, чтобы сделать это из золота. На эти слова я смело ответил, говоря, — Всеблаженный Отче, если я ее не сделаю в десять раз лучше, чем эта моя модель, пусть будет условлено, что вы мне за нее не платите. При этих словах поднялся великий шум среди этих вельмож, говоря, что я обещаю чересчур много. Был среди этих вельмож один превеликий философ, который сказал в мою защиту, — От этой красивой физиогномии и симметрии тела, которые я вижу у этого юноши, я жду всего того, что он говорит, и даже большего. Папа сказал, — Вот поэтому-то и я ему верю. Призвав этого своего камерария, мессер Трояно, он ему сказал, чтобы тот принес пятьсот золотых камеральных дукатов. Пока ждали денег, папа снова и уже спокойнее рассматривал, каким красивым способом я сочетал алмаз с этим богом-отцом. Этот алмаз я поместил по самой середине вещи, а над этим алмазом я расположил сидящим бога-отца в красивом повороте, что давало прекраснейшее сочетание и нисколько не мешало камню. Подняв правую руку, он давал благословение. Под этим алмазом я поместил трех младенцев, которые, поднятыми кверху руками, поддерживали сказанный алмаз. Один из этих младенцев, средний, был в полный рельеф, остальные двое в половинный. Кругом было большое количество разных младенцев в сочетании с остальными красивыми камнями. Сзади у бога-отца была мантия, которая развивалась, и с каковой появлялось множество младенцев. Со многими другими прекрасными украшениями, каковые являли чудеснейшее зрелище. Вещь эта была сделана из белого гипса по черному камню. Когда принесли деньги, папа собственноручно мне их дал и с превеликой ласковостью просил меня, чтобы я сделал так, чтобы он ее получил, пока еще жив, и благо мне будет. Глава сорок пятая Когда я нес домой деньги и модель, меня разбирало нетерпение скорее приняться за дело. Я тотчас же с великим усердием начал работать, а через неделю папа прислал мне сказать через одного своего камерария, знатнейшего балонского вельможу, что я должен идти к нему и принести то, что сработал. Пока я шел, этот сказанный камерарий, который был самым любезным человеком, какой только был при этом дворе, говорил мне, что папа не только хочет увидеть эту работу, но хочет дать мне и другую величайшей важности. А это были чеканы для монет римского монетного двора. И чтобы я вооружился, дабы суметь ответить его святейшеству, что поэтому он меня и предупредил. Явившись к папе, я развернул перед ним эту золотую пластину, где пока был изваян один только бог-отец, каковой и в черне являл большее искусство, чем та восковая моделька. Так что папа, изумясь, сказал, — Отныне впредь всему, что ты скажешь, я готов верить. И, оказав мне много нескончаемых милостей, сказал, — Я хочу тебе поручить другое дело, к которому у меня такая же охота, как и к этому, и даже больше, если ты возьмешься его исполнить. И он сказал мне, что ему охота сделать чеканы для своих монет, и спросил меня, делал ли я их когда-нибудь, и возьмусь ли я их сделать. Я сказал, что возьмусь вполне, и что я видел, как они делаются, но что сам я их никогда не делал. Присутствовавший при этом некий мессер Томмазо из Прато, каковой был датарием его святейшества, будучи великим другом этих моих друзей, сказал, — Всеблаженный Отче, милости, которые ваше святейшество оказываете этому молодому человеку, а он по природе своей нарочито смел, причиной тому, что он готов вам обещать хоть новый мир. Так как вы дали ему большое поручение, а теперь присовокупляете к нему еще большее, то это будет причиной, что одно повредит другому. Мессер Томмазо из Прато, Томмазо Кортезе, известный юрист, кардинал и датарий папы Климента VII. Папа гневно обернулся к нему и сказал, чтобы он занимался своим делом, а на меня возложил, чтобы я сделал модель большого золотого дублона, на каковом он хотел, чтобы был обнаженный Христос со связанными руками с надписью, которая бы гласила «Эссе хомо», и оборот, где были бы папа и император, которые бы совместно утверждали крест, каковой являл бы, что падает, с надписью, которая бы гласила «Унус спиритус, эт уна фидес эрот ин эйс». Когда папа заказал мне эту красивую монету, подошел Банденелло, воятель, каковой не был еще сделан кавалером, и со своим обычным самомнением, облаченным в невежество, сказал, «Этим золотых дел мастерам для таких красивых вещей необходимо давать им рисунки». Модель большого золотого дублона Челлини создал, видимо, две модели золотого дублона, и изображенные на них здесь слегка путают. Банденелло, воятель, рыцарем ордена Сантьяго его сделал Карл V в 1530 году. На что я тотчас же обернулся и сказал, что не нуждаюсь в его рисунках для моего искусства, но что я надеюсь в скором времени, что моими рисунками его искусству я досажу. Папа выказал такое удовольствие от этих слов, какое только можно вообразить, и, обернувшись ко мне, сказал, «Ступай, мой бенвенута, и старайся усердно служить мне, и не обращай внимания на слова этих сумасбродов». На этом я ушел. И с великой быстротой сделал два чекана. И, выбив из золота одну монету, отнеся однажды в воскресенье после обеда монету и чеканы к папе, когда он ее увидел, он остался изумлен и доволен не только прекрасной работой, которая нравилась ему чрезвычайно, еще больше его изумила быстрота, которую я употребил. И чтобы еще умножить удовлетворение и изумление папы, я принес с собой все старые монеты, которые были деланы прежде теми искусными людьми, которые служили папе Юлию и папе Льву. И, видя, что мои гораздо больше удовлетворяют, я достал из-за пазухи указ, каковым я и спрашивал эту сказанную должность чеканного мастера монетного двора. Каковая должность давала шесть золотых скуды жалований в месяц, кроме того, что чеканы потом оплачивались начальником двора и что за них давалось за три по дукату. Папа, взяв мой указ и обернувшись, дал его в руки дотарью, говоря ему, чтобы он тотчас же мне его справил. Дотарий, взяв указ и собираясь положить его себе в карман, сказал, — Всеблаженный Отче, вашему святейшеству незачем так торопиться. Это дела, которые требуют некоторого размышления. Тогда папа сказал, — Я вас понял. Дайте сюда этот указ. И, взяв его, тут же, собственноручно его подписал. Затем, дав его ему, сказал, — Теперь уже не может быть возражений. Справьте его сейчас же, ибо я так хочу. И больше стоят сапоги Бен Венута, чем глаза всех этих прочих тупиц. И так, поблагодарив его святейшество, веселый чрезвычайно, я ушел к себе работать. Глава сорок шестая Я все еще работал в мастерской Рафаэлло Дель Моро, вышесказанного. У этого почтенного человека была красавица-дочка, ради которой он на меня имел виды. Я же, отчасти это заметив, желал этого, но, хоть у меня и было это желание, я не выражал его ничуть. И даже был настолько скромен, что изумлял его. Случилось, что у этой бедной девушки завелась болезнь на правой руке, каковая ей изъела те две косточки, которые следуют за мизинцем и за другим пальцем рядом с мизинцем. И так, как бедную девочку по небрежению отца лечил невежественный лекаришка, каковой сказал, что эта бедная девочка останется калекой на всю эту правую руку, если только с ней не приключится худшего, то, увидев бедного отца таким перепуганным, я ему сказал, чтобы он не верил всему тому, что говорит этот невежественный врач. На это он мне сказал, что не дружен ни с кем из врачей, из хирургов, и что он меня просит, если я какого-нибудь знаю, чтобы я его привел. Я тотчас же послал за некоем маэстро Якумо, перуджинцем, человеком весьма превосходным в хирургии. И когда он посмотрел эту бедную девочку, какова я была перепугана, потому что, должно быть, догадалась о том, что сказал тот невежественный врач, то этот знающий сказал, что ей не будет ничего худого и что она отлично будет владеть своей правой рукой. Если даже эти два крайних пальца останутся немного более слабенькими, чем остальные, то это ей ни чуточки не будет мешать. За неким маэстро Якумо речь идет о Джакумо Растрелли, хирурги на службе у Климента VII и последующих пап, умер в 1566 году. И принявшись ее лечить, когда по прошествии нескольких дней он захотел убрать немного этой гнили с этих косточек, то отец меня позвал, чтобы также и я пришел посмотреть немного, когда этой девочке будут делать больно. Поэтому, когда сказанный маэстро Якупо взял некие большие железо, увидав, что имя он делает мало дела и очень больно сказанной девочке, я сказал маэстро, чтобы он остановился и подождал меня восьмушку часа. Сбегав в мастерскую, я сделал стальную железку, тончайшую и изогнутую. Она была как бритва. Когда я вернулся к маэстро, он с такой мягкостью начал работать, что она совсем не чувствовала боли и в малое время кончил. За это, помимо прочего, этот почтенный человек возымел ко мне такую любовь больше, чем к обоим своим сыновьям. И так он постарался вылечить красавицу-дочку. Будучи в превеликой дружбе с некоем мессер Джованни Гадди, каковой был камеральным клириком, этот мессер Джованни весьма любил таланты, хоть в нем самом не было никакого. Мессер Джованни Гадди — большой поклонник поэзии и искусств. Одним из его секретарей был Аннибаль Каро. У него жил некий мессер Джованни Грек, превеликий ученый. Мессер Лодовико Дафано, подобный ему ученый. Мессер Антонио Алигретти. Мессер Аннибаль Каро, тогда еще молодой. Со стороны были мессер Бастиано, венецианец, превосходнейший живописец и я. И почти каждый день по разу мы видались со сказанным мессер Джованни. И вот ввиду этой дружбы этот почтенный человек Рафаэлло, золотых дел мастер, сказал сказанному мессер Джованни. Мессер Джованни, вы меня знаете. А так как я хотел бы выдать эту мою дочку за бенвенута, то, не находя лучшего способа, чем ваша милость, я вас прошу, чтобы вы мне в этом помогли. И вы сами из моих средств назначьте ей то преданное, какое вам рассудится. Мессер Джованни Грек. Весьма вероятно, что речь идет о Джованни Верджерио, известном эрудите. Антонио Алигретти, флорентийский поэт. Аннибаль Каро, 1507-1566, влиятельный поэт, прозаик и эрудит. Мессер Бастиано, Себастиано Лучани, 1485-1547, знаменитый живописец, прозванный Дель Пьомбо. Пьомбо, по-итальянски «свинец печать», за свою должность хранителя печати при папском дворе. Этот чудаковатый человек не дал почти что договорить этому бедному почтенному человеку, как безо всякого решительного основания сказал ему, «Не говорите об этом больше, Рафаэлло, потому что вам до этого дальше, чем январю до ежевики». Бедный человек, совсем пришибленный, постарался поскорее выдать ее замуж. А мать ее и все на меня дулись, и я не понимал причины. И так как я считал, что они мне платят плохой монетой за многие любезности, которые я им сделал, то я собирался открыть мастерскую рядом с ними. Сказанный мессер Джованни ничего мне не сказал, пока эта девушка не вышла замуж, что случилось по прошествии нескольких месяцев. Я с великим усердием был занят окончанием моей работы и службой монетному двору, потому что снова папа заказал мне монету ценою в два карлино, на каковой было изображение головы его святейшества, а на обороте Христос на море, каковой протягивал руку святому Петру с надписью «Вокруг», которая гласила «Кваре дубитасти». Понравилась эта монета до того чрезвычайно, что некий папский секретарь, человек величайших достоинств по имени Санга, сказал «Ваше святейшество может гордиться, что у него есть монета, какой мы не видим и у древних при всем их великолепии». На это папа ответил «Также и Бенвенута может гордиться, что служит государю, подобному мне, который его знает». Продолжая большую золотую работу, я часто показывал ее папе, потому что он торопил меня ее увидеть и каждый день все больше восхищался. По имени Санга Санга служил секретарем у Климента Седьмого, писал латинские стихи. Глава сорок седьмая Брат мой находился в Риме на службе герцога Лессандро, каковому папа в это время добыл герцогство Пенское. А на службе у этого герцога было великое множество солдат, почтенных людей храбрых, из школы этого величайшего сеньора Джованни де Медичи. И среди них мой брат, причем сказанный герцог его почитал, как всякого из этих прочих храбрейших. На службе герцога Лессандро, то есть Алессандро Медичи. Каковому папа в это время добыл герцогство Пенское, чили не ошибается. Не папа, а император Карл V сделал Алессандро Медичи герцогом Чивита де Пенне, 1522 год. Этот мой брат однажды после обеда был в банке, в мастерской у некоего Бачино Делла Крочи, куда все эти молодцы заходили. Он сидел на стуле и спал. В это время проходила стража Барджелла, каковая вела в тюрьму некоего капитана Чисти Ломбардца, тоже из школы этого великого сеньора Джованнино, но он не стоял на службе у герцога. Капитан Кативанца, Дельи Строцци, был в мастерской у сказанного Бачино Делла Крочи. Сказанный капитан Чисти, увидев капитана Кативанца Дельи Строцци, сказал ему, — Я вам нес эти несколько скуда, которые я вам задолжал. Если вы хотите, придите за ними, пока они со мной не ушли в тюрьму. Был этот капитан охочь выставлять вперед других, не стремясь испытываться сам. Поэтому, так как тут же оказались в присутствии некие храбрейшие молодые люди, более охочие, нежели способные на столь великое предприятие, он им сказал, чтобы они подошли к капитану Чисти и взяли от него эти его деньги, а что, если стража окажет сопротивление, то чтобы они применили к ней силу, если у них на это хватит духу. Величайшего сеньора Джованни де Медичи, то есть Джованни Делле Банденери. Проходила стража Барджелло, Барджелло начальник городской стражи. Коттиванце Дельи Строцци, прозвище Бернардо Строцци, флорентийского кондотьера. Этих молодых людей было всего только четверо, все четверо безбородые. И первого звали Бертино Альдобранти, второго Ангвилот Тадалукка, остальных я не помню имен. Этот Бертино был воспитанник и истый ученик моего брата, и мой брат любил его так непомерно, как только можно вообразить. И вот эти четверо смелых молодых людей подошли к страже Барджелло, каковой было свыше пятидесяти стражников посреди пикарки, бус и двуручных мечей. Недолго говоря, взялись за оружие, и эти четверо молодых людей так удивительно теснили стражу, что если бы капитан Коттиванца только показался немножко, не берясь даже за оружие, то эти молодые люди обратили бы стражу в бегство. Но они немного задержались, и этот Бертино получил несколько тяжелых ран, каковые повалили его наземь. Также и Ангвилот Тадалук в то же самое время получил рану в правую руку, так что, не будучи уже в состоянии держать шпагу, отступил как мог. Остальные сделали то же самое. Бертино Альдобранди был поднят с земли люто раненый. Глава сорок восьмая Пока это происходило, все мы сидели за столом, потому что в это утро обедали больше, чем на час позже обычного. Слыша этот шум, один из этих сыновей, старший, встал из-за стола, чтобы пойти взглянуть на эту драку, его звали Джованни, каковому я сказал, сделай милость, не ходи, потому что в подобного рода делах мы всегда видим верную гибель без всякой выгоды. То же самое ему говорил его отец, ах, сынок, не ходи. Этот юноша, никого не слушая, побежал вниз по лестнице. Прибежав в банки, где проходила эта великая драка, увидав, как Бертино подымают с земли, повернув бегом обратно, он встретился с Чекино, моим братом, каковое его спросил, в чем дело. Хотя некоторые и махали Джованни, чтобы он про это не говорил сказанному Чекино, он сказал, с дуру как было, что Бертино Альдобранди убит стражей. Бедный мой брат испустил такой рев, что за десять миль было бы слышно. Затем сказал Джованни горе мне, как мог бы ты мне сказать, кто из них убил его мне? Сказанный Джованни сказал, что да, и что это был тот из них, у которого двуручный меч с голубым пером на шляпе. Бедный мой брат, двинувшись вперед и узнав по этой примете убийцу, бросившись с этой своей удивительной быстротой и отвагой в середину всей этой стражи, и так, что ничто бы не помогло, всадив ему шпагу в живот и проткнув его насквозь, рукоятку у шпаги повалил его наземь, обернувшись к остальным с такой доблестью и отвагой, что всех их он один обратил бы в бегство, если бы, когда он повернулся, чтобы ударить одного аркебузира, тот, в собственной крайности выстрелив из аркебузы, не ранил мужественного несчастного юношу выше колена правой ноги. И когда он упал наземь, сказанная стража почти бегом торопилась уйти, дабы другой, подобный этому, не подоспел. Слыша, что этот шум продолжается, я тоже, встав из-за стола и привесив шпагу, которую в те времена носил каждый, придя к мосту Санта-Ньоло, увидел скопление многих людей. Поэтому, подойдя ближе, и так как некоторые из них меня знали, то мне дали дорогу и показали мне то, что я меньше всего хотел бы увидеть, хоть и выказывал превеликое любопытство увидеть. Сперва я его не узнал. Потому что он был одет в другое платье, чем то, в котором я его еще недавно видел. Так что он, первый меня узнав, сказал, дорогой брат, пусть тебя не расстраивает моя великая беда, потому что мое ремесло мне это сулило. Вели поскорее унести меня отсюда, потому что немного часов осталось жить. Так как пока он мне говорил, мне рассказали весь случай, с той краткостью, какое такие происшествия требуют, то я ему ответил, брат, это величайшая скорбь и величайшее огорчение, какое только может меня постигнуть во все время моей жизни. Но будь покоен, потому что раньше, чем ты потеряешь зрение, ты увидишь месть за себя твоему злодею, совершенную моими руками. Его слова и мои были такого содержания, но очень краткие. Глава 49 Стража была от нас в расстоянии пятидесяти шагов, потому что мафио, который был их Барджеллом, велел части ее вернуться, чтобы унести того капрала, которого мой брат убил. Так что я, пройдя очень быстро эти несколько шагов, закутанный и затянутый в плащ, подошел прямо к мафио и, наверное, бы его убил, потому что народу было изрядно, и я пробрался сквозь него с такой быстротой, какую только можно вообразить. Мафио ди Джованни был начальником городской стражи в 1529-1530 годах. Я обнажил наполовину шпагу, как вдруг меня схватил сзади за руки Берлингьер Берлингьери, юноша отважнейший и большой мой друг, и с ним было четверо других юношей, подобных ему, каковы, сказали мафио, убирайся. А то этот один убил бы тебя. Когда мафио спросил, кто это такой, они сказали, — Это брат того, которого ты видишь вон там, родной. Не желая слушать дальше, он с поспешностью удалился в Торре Динона. В этой башне находилась тюрьма, пользовавшаяся самой дурной славой за совершенно бесчеловечные условия содержания заключенных. А мне они сказали, — Бенвенута, эта помеха, которую мы тебе учинили против твоей воли, была ради блага, а теперь пойдем помочь тому, кому скоро умереть. И вот, повернув, мы пошли к моему брату, какового я велел отнести в один дом. Тотчас собрался совет врачей, и они подали ему помощь, не решаясь отнять ему ногу совсем, а он, быть может, был бы спасен. Как только ему подали помощь, явился туда герцог Лиссандру, каковой, когда его ласкал, мой брат был еще в себе, сказал герцогу Лиссандру, — Господин мой, ни о чем другом я не скорблю, как только о том, что ваша светлость теряет слугу, искуснее которого в этом ремесле, она, быть может, и могла бы найти, но не такого, который бы с такой любовью и верностью служил вам, как я. Герцог сказал, чтобы он постарался выжить. А что до остального, то он отлично его знает как честного и храброго человека. Затем обернулся к некоим своим, говоря им, чтобы ни в чем не было недостатка этому храброму молодому человеку. Когда Герцог ушел, то изобилие крови, которая не могла остановиться, была причиной тому, что он лишился разумения. Так что всю следующую ночь он бредил, и только когда ему хотели дать причастие, сказал, вы хорошо сделали, что исповедали меня раньше. Это божественное причастие теперь невозможно, чтобы я мог его принять в этот уже разрушенный снаряд. Но позвольте, чтобы я его вкусил божество мочей, через каковы оно будет принято бессмертной моей душой. И она одна у него просит милосердия и прощения. Когда он кончил эти слова и унесли причастие, он тотчас же впал в то же беспамятство, что и прежде, каковое состояло из величайших неистовств, из самых ужасающих слов, какие когда-либо могли представить себе люди, и не переставал всю ночь до утра. Когда солнце показалось над нашим горизонтом, он повернулся ко мне и сказал, брат мой, я не хочу больше оставаться здесь, потому что они заставят меня сделать какое-нибудь немалое дело, из-за которого им пришлось бы раскаяться, что они досадили мне. И выпростов ту и другую ногу, каковую мы ему положили в очень тяжелый ящик, он ее занес, как бы садясь на коня. Повернувшись ко мне лицом, он сказал трижды, прощай, прощай, и последнее слово ушло с этой храбрейшей душой. Когда настал должный час, а это было вечером в 22 часа, я его похоронил с превеликой честью в церкви флорентинцев. А потом велел сделать ему прекраснейшую мраморную плиту, на каковой были вырезаны некие трофеи и знамена. Я не хочу оставить в стороне, что когда один из этих его друзей спросил его, кто в него выстрелил из Аркебузы, узнал ли бы он его, он сказал, что да, и дал ему приметы. Каковые, хоть мой брат и остерегался меня, чтобы я этого не услышал, я отлично слышал, и в своем месте будет сказано дальнейшее. Глава 50. Возвращаясь к сказанной плите, некоторые удивительные писатели, которые знавали моего брата, дали мне эпиграмму, говоря мне, что ее заслуживает этот чудесный юноша. Ему было отроду 25 лет. И так как среди солдат его звали Чекину дель Пиферу, тогда как собственное его имя было Джован Франческо Челлини, мне хотелось изобразить это собственное имя, под которым он был известен, под нашим гербом. Имя это я велел вырезать прекраснейшими древними буквами, каковые я все велел сделать сломанными, кроме первой и последней буквы. О каковых сломанных буквах я был спрошен, почему я так сделал, теми писателями, которые мне сочинили эту красивую эпиграмму. Я им сказал, что эти буквы сломаны, потому что этот чудесный снаряд его тела разрушен и мертв. А эти две целые буквы, первая и последняя, первая — это память об этой великой ценности, этого дара, который нам посылает Господь, об этой нашей душе, зажженной его божеством. Это не сломится никогда. А последняя целая буква — это ради знаменитой славы его великих доблестей. Это очень понравилось, и впоследствии кое-кто другой воспользовался этим приемом. Рядом я велел вырезать на сказанном камне наш чилиниевский герб, каковой я изменил в том, что ему свойственно. Потому что в Равенне, городе древнейшем, имеются наши чилини, сановитейшие вельможи, у каковых в гербе лев, стоящий на задних лапах, золотой в лазоревом поле, держащий червленую лилию в правой лапе, а вверху связка с тремя малыми золотыми лилиями. Это наш подлинный чилиниевский герб. Плита в церкви Сан-Джованни де Фьюрентине не сохранилась, но собственноручно сделанный рисунок этого герба до нас дошел. Хранится в Национальной библиотеке во Флоренции. Мой отец мне его показывал, в каковом была только лапа со всем остальным из сказанного. Но мне бы больше нравилось, чтобы соблюдался вышесказанный герб равенских чилини. Возвращаясь к тому, который я сделал на гробнице моего брата, это была львиная лапа, а вместо лилии я поместил в нее топор, щит же у сказанного герба был разделен на четыре поля, а этот топор, который я сделал, был для того только, чтобы я не забывал, что должен за него отомстить. Глава пятьдесят первая Я с превеликим усердием старался кончить эту золотую работу для папы Климента, которую сказанный папа премного хотел и посылал за мной по два и по три раза в неделю, желая увидеть сказанную работу, и всякий раз она ему все больше нравилась. И много раз он меня корил, почти что броня меня за великую печаль, которая у меня была поэтом моем брате. И один раз, среди прочих, видя меня удрученным и бледным больше, чем следует, он мне сказал — Бенвенута, о, я не знал, что ты сумасшедший. Или ты не знал до сих пор, что против смерти ничем не помочь? Ты стараешься последовать за ним. Уйдя от папы, я продолжал работу и чеканы для монетного двора, а в возлюбленные взял себе мечтание об этом аркебузире, который выстрелил в моего брата. Этот самый был когда-то конным солдатом, потом поступил в аркебузиры, в Барджеллу, в число капралов. И что еще пуще увеличивало во мне злобу, это то, что он хвастал таким образом, говоря — если бы не я, который убил этого смелого молодого человека, то еще немного, и он один, с великим для нас уроном, всех нас обратил бы в бегство. Чувствуя, что эта страсть видеть его так часто лишает меня сна и пищи и заводит меня на дурной путь, я, не заботясь о том, что делаю такое низкое и не очень похвальное дело, однажды вечером решил захотеть выйти из такой муки. Этот самый жил возле места, называемого Торре-Сангвинья, рядом с домом, где проживала одна куртизанка из самых излюбленных в Риме, каковую звали сеньора Антеа. Торре-Сангвинья находится рядом с Капитолием. Вскоре после того, как пробило двадцать четыре часа, этот аркебузир сидел у своего порога со шпагой в руке и уже поужинал. Я с великой ловкостью подошел к нему с большим пистольским кинжалом, и когда я ударил наотмашь, думая начисто перерубить ему шею, он точно так же очень быстро обернулся, и удар пришелся в конец левого плеча и расколол всю кость. Вскочив, выронив шпагу, вне себя от великой боли он бросился бежать. Я же, следуя за ним, в четыре шага его настиг и, подняв кинжал над его головой, а он сильно нагнул ее, кинжал пришелся как раз между шейной костью и затылком, и в то и другое так глубоко вошел, что я, как не силился его вытащить, не мог. Потому что из сказанного дома Антеи выскочило четверо солдат, держа шпаги в руках, так что я вынужден был взяться за свою шпагу, чтобы защищаться против них. Оставив кинжал, я ушел оттуда, и, из страха быть узнанным, пошел в дом герцогу Лиссандро, который стоял между пьяцца навона и ротондой. Сеньора Антеа, замечательный поясной портрет ее написал Пармидженнино, находится в музее Капо-де-Монте в Неаполе. В дом герцогу Лиссандро ныне там помещается сенат Итальянской республики. Придя туда, я велел доложить герцогу, каково и велел мне сказать, что если я был один, то чтобы я молчал и не беспокоился ни о чем, и чтобы я шел делать работу для папы, которую он так хочет, и всю неделю работал дома. Особенно потому, что подошли те солдаты, что мне помешали, у каковых был этот кинжал в руке, и они рассказывали про это дело, как оно было, и какого великого труда им стоило вытащить этот кинжал из шейной кости и из затылка у этого человека, о котором они не знают, кто он такой. Тут подошел Джованни Бандини и сказал им, — этот кинжал мой. И я судил им Бенвенута, который хотел отомстить за своего брата. Джованни Бандини, он находился на службе у герцога Алиссандро. Речи этих солдат были великие, сожалея, что они мне помешали, хотя месть была учинена поверх головы. Прошло больше недели. Папа за мной не присылал, как бывало. Потом, прислав за мной этого болонского вельможу, своего камерария, о котором я уже говорил, тот с великой скромностью мне намекнул, что папа знает все, и что его святейшество весьма меня любит, и чтобы я продолжал работать и сидел тихо. Когда я пришел к папе, тот, взглянув на меня этаким свиным глазом, одними уже взглядами учинил мне жуткую острастку. Потом, занявшись моей работой, начав светлеть лицом, хвалил меня чрезвычайно, говоря мне, что я много сделал в такое малое время. Затем, посмотрев мне в лицо, сказал, — Теперь, когда ты выздоровел, Бенвенута, постарайся жить. И я, который его понял, сказал, что так и сделаю. Я тотчас же открыл прекраснейшую мастерскую в банке против этого Рафаэлло и там закончил сказанную работу несколько месяцев спустя. Глава пятьдесят вторая Так как папа прислал мне все камни, кроме алмаза, каковой он для некоторых своих надобностей заложил некоим генуэзским банкирам, то у меня были все остальные камни, а с этого алмаза был только слепок. Я одержал пятерых отличнейших работников и, кроме этой работы, исполнял много заказов. Так что мастерская была полна всяких ценностей в изделиях и в драгоценных камнях, в золоте и в серебре. Держал я в доме лохматого пса, огромного и красивого, какового мне подарил герцог Лиссандро. И при том, что этот пес был хорош для охоты, потому что приносил мне всякого рода птицу и других животных, которых я убивал из аркебузы, так же и для охраны дома был он изумителен. Случилось мне в это время, благо позволял возраст, в каковом я находился, в двадцать девять лет, взяв в служанке девушку весьма красиво, сложенную и изящную, этой самой я воспользовался, чтобы ее изображать для целей моего искусства. Ублажала она также и мою молодость плотской утехой. Поэтому, так как моя комната была совсем в стороне от комнат моих работников и очень далеко от мастерской, соединенной с крохотной комнатушкой этой молодой служанки, и так как я очень часто ею услаждался, и хотя у меня был всегда такой легкий сон, как ни у кого другого на свете, при подобных обстоятельствах плотского дела он иной раз становится весьма тяжел и глубок, что и случилось, когда однажды ночью, подкарауленный одним вором, каковой говоря, что он золотых дел мастер, высмотрев эти камни, замыслил их у меня украсть, и, вломившись поэтому в мою мастерскую, нашел много поделок из золота и серебра. И пока он взламывал некоторые ларчики, чтобы найти камни, которые он видел, этот сказанный пес на него набросился, а он кое-как отбивался от него шпагой. Так что пес несколько раз бегал по дому, вбегая в комнаты к этим работникам, которые оставались открыты, потому что было лето. Так как этого его громкого лая они не хотели слышать, он поздергал с них одеяло, и так как они все-таки не слышали, стал хватать их за руки то одного, то другого, так что поневоле их разбудил. И лая этим своим ужасным образом стал им показывать дорогу, направляясь вперед. Каковы я, видя, что они следовать не желают, и когда он этим предателям надоел, кидая всказанного пса камнями и палками, а это они могли делать, потому что мною было приказано, чтобы они всю ночь держали свет, и, наконец, затворив накрепко комнаты, пес, потеряв надежду на помощь этих мошенников, взялся за дело сам. И, побежав вниз, не найдя вора в мастерской, настиг его и, сражаясь с ним, уже и задрал на нем плащ и сорвал с него. Да только тот позвал на помощь некоих портных, говоря им, чтобы они ради бога помогли ему защититься от бешеной собаки, а эти, поверив, что это правда, выскочив наружу, прогнали пса с великим трудом. Когда наступил день, войдя в мастерскую, они увидели ее взломанной и открытой, и все ларчики поломанными. Они начали громким голосом кричать «беда, беда», так что я, проснувшись, испуганный этим шумом, вышел к ним. Поэтому они, подойдя ко мне, сказали «О, мы несчастные! Нас ограбил какой-то, который поломал и унес все!» Эти слова были такой силы, что не дали мне подойти к моему сундуку взглянуть, там ли папские камни. Но от этого такого волнения, лишившись почти вовсе света очей, я сказал, чтобы они сами отперли сундук, посмотреть, сколько не хватает из этих папских камней. Эти молодцы были все в одних сорочках. И когда, открыв сундук, они увидели все камни и золотую работу вместе с ними, обрадовавшись, они мне сказали «Никакой беды нет, потому что работы и камни все тут». Хоть этот вор и оставил нас в одних сорочках, благо вчера вечером из-за большой жары мы все разделись в мастерской и здесь оставили свою одежду. Чувства мои сразу вернулись на свое место, и я, возблагодарив Бога, сказал «Ступайте все одеться в новое, а я за все заплачу, когда послушаю спокойнее, как этот случай произошел». Что мне было всего больнее и от чего я потерялся и испугался до такой степени против моей природы, это как бы люди не подумали, что я изобразил эту выдумку свором для того только, чтобы самому украсть камни. И потому что папе Клименту говорили один его довереннейший и другие, каковы были Франческо дель Неро, Цана де Белиотти, его счетовод, епископ Везонский и многие другие подобные. Как это вы доверяете Всеблаженной Отче такие ценнейшие камни молодому человеку, который весь огонь и погружен не столько в искусство, сколько в оружие, и которому нет еще и тридцати лет? Епископ Везонский, имеется в виду Джироламо де Скио из Веченцы, епископ Везонский. На это папа ответил, «Знает ли кто-нибудь из них, чтобы я когда-либо сделал что-нибудь такое, что могло бы подать им подобное подозрение?» Франческо дель Неро, его казначей, тотчас же ответил, говоря, «Нет, Всеблаженный Отче, потому что у него никогда не было к этому случая». На это папа ответил, «Я его считаю вполне честным человеком, и если бы я увидел от него зло, я бы не поверил». Это и было то, что больше всего меня мучило и что сразу же пришло мне на память. Велев молодцам одеться заново, я взял работу вместе с камнями, вставив их, насколько мог лучше, на их места, и с ними тотчас же пошел к папе, каковому Франческо дель Неро уже рассказал кое-что о том шуме, который был слышен в моей мастерской, и сразу внушил подозрение папе. Папа, воображая скорее худое, нежели что другое, бросив на меня ужасный взгляд, сказал надменным голосом, «Что ты пришел тут делать? Что это у тебя? Здесь все ваши камни и золото, и все в целости». Тогда папа, посветлев лицом, сказал, «Ну так в добрый час». Я показал ему работу, и пока он ее рассматривал, я ему рассказал все происшествие с вором и с моими страхами, и о том, что больше всего меня огорчало. На эти слова он много раз оборачивался, пристально взглядывая мне в лицо, а тут же присутствовал этот Франческо дель Неро, и поэтому казалось, что он почти сердится, что не догадался сам. Наконец папа, расхохотавшись от всего того, что я ему наговорил, сказал мне, «Ступай, и будь по-прежнему честным человеком, как я это и знал». Глава 53 Пока я торопился со сказанной работой и продолжал трудиться для Монетного двора, в Риме начали попадаться некие фальшивые монеты, выбитые моими же собственными чеканами. Их тотчас же снесли папе. И так как ему подали подозрение на меня, то папа сказал Яко По Бальдуччи, начальнику Монетного двора, «Приложи величайшие старания к разысканию злодея, потому что мы знаем, что Бен Венута — честный человек». Этот предатель, начальник двора, будучи моим врагом, сказал, «Дай Бог, Всеблаженный Отче, чтобы вышло так, как вы говорите, потому что у нас имеются кое-какие улики». Тут папа обернулся к губернатору Рима и сказал, чтобы тот приложил немного старания к разысканию этого злодея. В эти дни папа послал за мной. Потом ловкими разговорами перешел к Монетам и весьма к слову сказал мне «Бен Венута, взялся ли бы ты делать фальшивые деньги?» На что я отвечал, что, по-моему, сумел бы делать их лучше, чем все те люди, которые занимаются этим гнусным делом. Потому что те, кто занимаются таким лодорничанием, — это люди, которые не умеют зарабатывать, и люди невеликого ума. А если я с моим малым умом зарабатываю столько, что у меня остается, потому что когда я делаю чеканы для Монетного двора, то каждое утро, еще не пообедав, мне удается заработать по меньшей мере три скудо, ибо так всегда было заведено платить за денежные чеканы, а этот дурак-начальник на меня зол, потому что ему хотелось бы иметь их дешевле, то мне вполне достаточно того, что я зарабатываю с помощью Божьей и людской. А если бы я делал фальшивые деньги, мне бы не удавалось столько заработать. Папа отлично понял эти слова. И так, как он велел искусно следить за тем, чтобы я не уехал из Рима, то он им сказал, чтобы они искали старательно, а за мной не следили, потому что ему не хотелось бы меня рассердить, что было бы причиной меня лишиться. Те, кому он это горячо велел, были некие камеральные клирики, каковые, приложив это должное старание, потому что им полагалось, тотчас же нашли его. Это был чеканщик монетного же двора, которого звали по имени Чезери Макерони, римский горожанин, и вместе с ним был взят один гуртильщик монетного двора. Гуртильщик от глагола «гуртить» занятый отделкой монетного ребра. Глава пятьдесят четвертая В этот самый день я проходил по пьяце Навона, и со мною был этот мой чудесный пудель. И когда я поравнялся с воротами Барджелла, то мой пес с превеликой прытью, сильно лая, кидается в ворота Барджелла на некоего юношу, какового как раз велел немножко задержать некий Доннино, пармский золотых дел мастер, бывший ученик Корадоссо, потому что у него было подозрение, что тот его обокрал. Некий Доннино, Доннино Риппо. Этот мой пес делал такие усилия, чтобы хотеть растерзать этого юношу, что подвигнул стражников к состраданию. К тому же дерзкий юноша хорошо защищал свою правоту, а этот Доннино говорил не столько, чтобы было достаточно, тем более, что тут же был один из этих капралов-стражи, который был генуэзец и знал отца этого юноши. И таким образом, ввиду собаки и этих прочих обстоятельств, они уже хотели было отпустить этого юношу во всяком случае. Когда я подошел, и пес, не зная страха ни шпаг, ни палок, снова накинулся на этого юношу, они мне сказали, что если я не уйму своего пса, то они мне его убьют. Я оттащил пса как мог, и когда юноша надевал на себя плащ, у него из куколя выпало несколько свертков. И этот Доннино признал, что это его вещи. И я также признал там маленькое колечко. Поэтому я тотчас же сказал, это и есть тот вор, который мне взломал и ограбил мастерскую, поэтому моя собака его и узнает. Я отпустил собаку, и она снова бросилась на него. Тогда вор стал у меня просить прощения, говоря, что возвратит мне все, что у него есть моего. Я снова оттащил собаку, и он мне вернул золотом и серебром и кольцами все, что у него было моего, и двадцать пять скудов придач. Затем просил меня простить его. На каковые слова я сказал, чтобы он просил прощения у Бога, потому что я ему не сделаю ни добра, ни зла. Я вернулся к своим трудам, а несколько дней спустя этого Чезерия Макероне, фальшива монетчика, повесили в банке против дверей монетного двора. Его товарища сослали на каторгу. Генуэзского вора повесили на Кампо-де-Фьоры. А я остался с еще большей славой честного человека, чем даже раньше. Глава пятьдесят пятая Когда я почти уже кончал мою работу, случилось это превеликое наводнение, каковое затопило водой весь Рим. Наводнение длилось два дня, 8 и 9 октября 1530 года, и нанесло городу гигантский ущерб. Были многочисленные жертвы среди местного населения. Я стоял и смотрел, что делается, и уже день кончался, пробило двадцать два часа, а воды росли непомерно. А так как мой дом и мастерская выходили спереди на банки, а сзади возвышались на несколько локтей, потому что приходились со стороны Монте-Джордану, то я, подумав прежде всего о спасении своей жизни, а затем о чести, захватил с собой все эти драгоценные камни, а самую золотую работу оставил на попечении моим работникам, и так босиком спустился из задних моих окон и пошел как мог через эти воды, пока не пришел на Монте-Кавалло, где я встретил мессер Джованни Гадди, камерального клирика и бастиано, венецианского живописца. Подойдя к мессер Джованни, я ему отдал все сказанные камни, чтобы он мне их сберег, и он уважил меня, как если бы я был ему родной брат. Спустя несколько дней, когда ярость воды миновала, я вернулся к себе в мастерскую и закончил сказанную работу так удачно, благодаря милости Божьей и моим великим трудам, что ее признали самой лучшей работой, которую когда-либо видывали в Риме. Так что, когда я отнес ее к папе, он не мог насытиться мне ее хвалить и сказал, «Если бы я был богатым государем, я бы подарил моему Бенвенута столько земли, сколько бы мог охватить его глаз. Но так как по теперешним дням мы бедные и разоренные государи, то во всяком случае мы ему дадим столько хлеба, что хватит на его малые желания». Лучшей моей работой о ней с большой похвалой отзываются Джордану Вазари. Работа до нас не дошла. Выждав, пока у папы пройдет этот его словесный зуд, я попросил у него булавоносца, который был свободен. На каковые слова папа сказал, что хочет дать мне нечто гораздо более значительное. Я отвечал его святейшеству, чтобы он пока дал мне эту малость в задаток. Рассмеявшись, он сказал, что согласен, но что он не хочет, чтобы я служил и чтобы я договорился с остальными булавоносцами насчет того, чтобы не служить. За что он даст им некую льготу, о которой они уже просили папу, а именно, позволит им требовать свои доходы принудительно. Так и сделали. Это место булавоносца приносило мне доходу без малого 200 скуда в год. Челинья пробыл в должности булавоносца до 1535 года. Даже среди множества синекур того времени должность булавоносца была особенно беззастенчивой. Дело в том, что носить булаву для булавоносца было вовсе не обязательно. Ее буквально за сущие гроши носил нанятый им человек. Глава 56 Продолжая после этого услужать папе то одной маленькой работой, то другой, он поручил мне сделать рисунок богатейшей чаши. Я и сделал сказанный рисунок и модель. Модель эта была из дерева и воска. Вместо ножки чаши я сделал три фигурки изрядной величины, круглые, каковые были вера, надежда и любовь. На подножии затем я изобразил, соответственно, три истории в трех кругах полурельефом. И в одной было Рождество Христово, в другой — Воскресение Христово, в третьей был Святой Петр, распятый, стремглав, потому что так мне было поручено, чтобы я сделал. Пока эта сказанная работа подвигалась вперед, папа очень часто желал ее видеть. Поэтому, приметив, что его святейшество ни разу с тех пор не вспомнил о том, чтобы дать мне что-нибудь, и так как освободилась должность брата в Пьомбо, я однажды вечером ее попросил. То есть освободилась должность, весь смысл которой заключался в прикреплении к папским буллам свинцовой папской печати. Обычно эта должность отдавалась лицам духовного звания, но случалось, что она перепадала и людям светским. Добрый папа, уже не помня больше о том Зуде, который его одолел при том окончании той другой работы, сказал мне, должность в Пьомбо приносит свыше восьмисот скуда, так что, если бы я тебе ее дал, ты бы начал почесывать живот, а это чудесное искусство, которое у тебя в руках, пропало бы, и на мне была бы вина. Я тотчас же ответил, что породистые кошки лучше охотятся с жиру, чем с голоду. Так и те честные люди, которые склонны к талантам, гораздо лучше их применяют к делу, когда у них есть в преизбытке, чем жить. Так что те, государи, которые содержат таких людей в преизбытке, да будет известно вашему святейшеству, что они орошают таланты, а в противном случае таланты хереют и паршивеют. И да будет известно вашему святейшеству, что я попросил не с намерением получить уж и то счастье, что я получил этого бедного булавоносца. А тут я так и ожидал. Ваше святейшество хорошо сделает, раз оно не пожелало дать мне ее, дать ее какому-нибудь даровитому человеку, который ее заслуживает, а не какому-нибудь неучу, который станет почесывать живот, как сказала ваше святейшество. Возьмите пример с доброй памяти папы Юлия, который такую должность дал Браманте превосходнейшему зодчему. Донато Ладдери, 1444-1515, автор многочисленных знаменитых построек. Тотчас же откланявшись, я, взбешенный, ушел. Выступив вперед, Бастиано, венецианский живописец, сказал, — Всеблаженный отч, пусть ваше святейшество соблаговолит дать ее кому-нибудь, кто трудится в художественных делах. А так как и я, как известно, вашему святейшеству, усердно в них тружусь, то я прошу удостоить ею меня. Папа ответил, — Этот дьявол Бенвенута не выносит никаких замечаний. Я был готов ему ее дать, но нельзя же быть таким гордым с папой. Теперь я не знаю, что мне и делать. Тотчас же выступил вперед епископ Везонский и стал просить засказанного Бастиано, говоря, — Всеблаженный отч, Бенвенута молод, и ему куда больше пристала шпага, чем монашеская реза. Пусть ваше святейшество соблаговолит дать эту должность этому даровитому человеку Бастиано. А Бенвенута вы можете в другой раз дать что-нибудь хорошее, что, может быть, окажется и более подходящим, чем это. Тогда папа, обратясь к миссер Бартоломео Валори, сказал ему, — Когда вы встретите Бенвенута, скажите ему от моего имени, что он сам сделал так, что Пьембо получил живописец Бастиано. И пусть он знает, что первое же место получше, какое освободиться, будет за ним. А пока пусть он старается как следует и кончает мою работу. На следующий вечер, в два часа ночи, я встретился с миссер Бартоломео Валори на углу монетного двора. Миссер Бартоломео Валори, флорентинец, сторонник Медичи. Изменил им и был казнен в 1537 году. Перед ним несли два факела, и он шел спеша, вызванный папой. Когда я ему поклонился, он остановился и окликнул меня, и сказал мне с величайшей приязнью то, что папа велел ему, чтобы он мне сказал. На каковые слова я ответил, что я с большим старанием и усердием докончу эту работу, чем какую-либо другую. Но все же без малейшей надежды когда-либо что-либо получить от папы. Сказанный миссер Бартоломео пожурил меня, говоря мне, что не следует так отвечать на предложение папы. На что я сказал, что возлагая надежды на такие слова, зная, что я ни в коем случае этого не получу, я был бы сумасшедшим, если бы отвечал иначе. И, простившись, пошел заниматься своим делом. Сказанный миссер Бартоломео, должно быть, передал папе мои смелые слова. А может быть, и больше того, что я сказал. Так что папа два с лишним месяца не вызывал меня, а я все это время ни за что не хотел идти во дворец. Папа, который по этой работе томился, поручил миссер Руберто Путчи, чтобы тот последил немного за тем, что я делаю. Этот честный малый каждый день заходил меня повидать и всякий раз говорил мне какое-нибудь ласковое слово, а я ему. Так как приближалось время, когда папа хотел уехать, чтобы отправиться в Болонию, и, видя, наконец, что сам я не иду, он велел мне сказать через сказанного миссер Руберто, чтобы я ему принес мою работу, потому что он хочет посмотреть, насколько она у меня подвинулась. Чтобы отправиться в Болонию, в ноябре 1532 года папа Климент VII отправился в Болонию на встречу с императором Карлом V. Поэтому я ее понес, благо по работе видно было, что все главное сделано, и просил его оставить мне 500 скуда, частью в счет, а частью мне не хватало очень много золота, чтобы кончить сказанную работу. Папа мне сказал, кончай, кончай ее. Я ответил, прощаясь, что кончу, если он мне оставит денег. На этом я ушел. Работа эта так и не была закончена. Глава 57. Уехав в Болонию, папа оставил легатом в Риме кардинала Сальвяти, и оставил ему поручение, чтобы он торопил меня с этой сказанной работой. И сказал ему, Бенвенута — человек, который мало ценит свой талант, а нас и того меньше. Так вы уж постарайтесь поторопить его, чтобы я застал ее законченной. Этот скотина-кардинал прислал за мной через неделю, говоря мне, чтобы я принес работу. На что я явился к нему без работы. Когда я пришел, этот кардинал сразу мне сказал, где эта твоя мешанина с луком? Кончил ты ее? Уехав в Болонию, папа... Целью встречи папы с Карлом V было создание союза против Турции, созыв собора для возможного умиротворения религиозных расприй, попытка заключить брак между Екатериной Медичи, племянницей папы, и вторым сыном Франциска I, Генрихом Валуа. Где эта твоя мешанина с луком? Точнее, было бы луковая похлебка. Презрительные выражения, живо напоминающие то, что позволил себе кардинал Ипполита Десте по поводу великой поэмы Ариоста «Неистовый Роланд». На что я ответил, «О, преосвященнейший мансиньор, мешанину свою я еще не кончил и не кончу, если вы мне не дадите луку, чтобы ее кончить». При этих словах сказанный кардинал, у которого лицо было скорее ослиное, чем человечье, стал еще вдвое уродливее. И чтобы сразу положить конец, сказал, «Я тебя посажу на каторгу, и там ты скажешь спасибо, если тебе дадут кончить работу». С этим скотом и я оскотенел и сказал ему, «Мансиньор, когда я учиню грехи, которые заслуживают каторги, тогда вы меня туда и посадите. А за эти грехи я вашей каторги не боюсь, и, кроме того, я вам говорю, что по причине вашей милости я теперь и вовсе не желаю ее кончать. И вы за мной больше не посылайте, потому что я никогда больше к вам не приду, разве что вы меня велите привести под стражей». Добрый кардинал пытался несколько раз послать мне ласково сказать, что я должен бы работать и что я должен бы принести ему показать. Так что я всем им говорил, скажите, мансиньору, чтобы он прислал мне луку, если хочет, чтобы я кончил эту мешанину. И никогда других слов ему не отвечал, так что он бросил это безнадежное дело. Глава 58 Вернулся папа из Болонии и тотчас же спросил обо мне, потому что этот кардинал уже написал ему все самое худое, что только мог, на мой счет. Будучи в величайшей ярости, какую только можно вообразить, папа велел мне сказать, чтобы я пришел с работой. Я так и сделал. В то время, пока папа был в Болонии, у меня открылось воспаление с такой болью в глазах, что от страданий я почти не мог жить. Так что это была первая причина, почему я не двигал вперед работу. И такой великая была болезнь, что я думал наверняка остаться слепым. Так что я даже подвел счеты, чего мне должно хватить, чтобы жить слепым. Пока я шел к папе, я обдумывал, какого способа мне держаться, чтобы принести извинения, что я не мог подвинуть вперед работу. Я думал, что пока папа будет ее смотреть и разглядывать, я смогу рассказать ему все, как было. Но этого мне не пришлось сделать, потому что, когда я к нему явился, он тотчас же с грубыми словами сказал «Дай сюда свою работу». «Что, кончена она?» Я ее развернул. Тут он еще с большей яростью сказал «Божьей истинной говорю тебе, который взял себе за правило ни с кем не считаться, что если бы неуважение к людям, я бы тебя вместе с этой работой велел выбросить из этих окон». Поэтому, видя, что папа стал таким сквернейшим скотом, я решил поскорее от него убираться. Пока он продолжал грозиться, я, спрятав работу под плащом, сказал бурча «Целый свет того не сделает, чтобы слепой человек был обязан работать над такими вещами». Еще больше повысив голос, папа сказал «Поди сюда! Что ты говоришь?» Я уже готов был кинуться бежать вниз по лестницам, потом решился и, бросившись на колени, громко крича меня, потому что он не переставал кричать, сказал «А если я из-за болезни ослеп, обязан я работать?» На это он сказал «Ты достаточно хорошо видел, чтобы прийти сюда, и я не верю ничему из того, что ты говоришь». На что я сказал, слыша, что он немного понизил голос «Пусть ваше святейшество спросит об этом у своего врача, и оно узнает правду». Он сказал «Вот на досуге мы увидим, так ли это, как ты говоришь». Тогда, видя, что он склонен меня слушать, я сказал «Я не думаю, чтобы у этой моей великой болезни была другая причина, как кардинал Сальвяти, потому что он послал за мной, как только ваше святейшество уехали. И когда я к нему явился, обозвал мою работу мешаниной с луком и сказал мне, что пошлет меня окончать ее на каторгу». И таково было действие этих несправедливых слов, что от крайнего волнения я вдруг почувствовал, что у меня вспыхнуло лицо, и в глаза мне хлынул такой непомерный жар, что я не находил дороги, чтобы вернуться домой. Несколько дней спустя на глаза мне пало два катаракта. По этой причине я не видел низги, и после отъезда вашего святейшества я уже не мог ничего работать. Встав с колен, я пошел себе с Богом, и мне говорили, что папа сказал, что если должности передаются, то благоразумие с ними не передается. Я не говорил кардиналу, чтобы он так рубил с плеча, потому что если правда, что у него болят глаза, а это я узнаю от своего врача, то следовало бы иметь к нему некоторые сострадания. Тут же присутствовал один знатный вельможа, большой друг папы и человек весьма достойнейший. Когда он спросил у папы, что я за личность, говоря «Всеблаженный отче, я вас об этом спрашиваю, потому что мне показалось, что вы в одно и то же время пришли в величайший гнев, который я когда-либо видел, и в величайшее сострадание, поэтому я и спрашиваю у вашего святейшества, кто это такой, ибо если это человек, который заслуживает того, чтобы ему помочь, я научу его секрету, который его вылечит от этой болезни». «Такие слова», — сказал папа, — «это величайший человек, который когда-либо рождался по его части. И когда-нибудь, когда мы будем вместе, я вам покажу его изумительные работы и его вместе с ними. И мне будет приятно, если посмотрят, нельзя ли ему подать какую-нибудь помощь». Три дня спустя папа прислал за мной однажды после обеда, и там же присутствовал этот вельможа. Как только я вошел, папа велел принести ему эту мою застежку для Ризы. Тем временем я вынул эту мою чашу. И этот вельможа говорил, что никогда не видал такой изумительной работы. Когда появилась застежка, его изумление еще больше возросло. Посмотрев мне в лицо, он сказал, «Он, однако, молод, вот чтобы так уметь, еще весьма способен усваивать». Потом спросил меня, как мое имя, на что я сказал, «Бенвенута мое имя». Он ответил, «На этот раз я для тебя буду Бенвенуту. Возьми васильков со стеблем, цветком и корнем. Все вместе. Потом настой их на слабом огне, и этой водой промывай глаза по нескольку раз в день. И ты наверняка вылечишься от этой болезни. Но сперва прими слабительное, а потом продолжай этой водой». Папа сказал мне несколько ласковых слов, и я ушел почти довольный. Глава пятьдесят девятая Болезнь-то у меня и вправду была. Но я думаю, что я ее заполучил при посредстве той красивой молодой служанки, которую я держал в то время, когда меня ограбили. Не обнаруживалась во мне эта французская болезнь целых четыре с лишним месяца. А потом покрыла меня всего, как есть, сразу. Была она не в том роде, как та, что мы видим, а казалось, будто я покрыт какими-то пузырьками, величиной сквартино, красными. Врачи ни за что не хотели окрестить мне ее французской болезнью. А я, однако же, говорил причины, почему я думал, что это она. Я продолжал лечиться по-ихнему, и ничто мне не помогало. И вот, наконец, решившись принять дерево, вопреки воле этих первейших римских врачей, это дерево, я его принимал со всей строгостью и воздержанием, какие только можно вообразить, и в скором времени почувствовал превеликое улучшение. Решившись принять дерево, то есть лекарство из гвоякового дерева, упоминания о лечебных свойствах которого встречаются в научной литературе эпохи Возрождения. Настолько, что по прошествии пятидесяти дней я был исцелен и здоров, как рыба. Затем, чтобы несколько оправиться от этих великих лишений, которые я претерпел, я с наступлением зимы облюбовал ружейную охоту, каковая заставляла меня ходить под дождем и ветром и простаивать в болотах. Так что в скором времени мне стало в сто раз хуже, чем было прежде. Отдавшись снова в руки врачей, непрерывно лечась, я все плашал. Так как меня схватила лихорадка, то я решил снова принимать дерево. Врачи не хотели, говоря мне, что если я начну это при лихорадке, то через неделю помру. Я решил сделать вопреки их воле и, держась того же порядка, что и прошлый раз, когда я попил четыре дня этой святой древесной воды. Лихорадка прошла совсем. Я начал испытывать превеликое улучшение. И пока я принимал сказанное дерево, я все время подвигал вперед модели этой самой работы. С каковыми за это воздержание я создал самые красивые вещи и самые редкостные измышления, какие я когда-либо в жизни создавал. По прошествии пятидесяти дней я был вполне исцелен и затем с превеликим усердием принялся укреплять здоровье. Когда я вышел из этого великого поста, я был настолько чист от своих недугов, как если бы я возродился. Хоть мне и нравилось укреплять это мое желанное здоровье, я все же не переставал работать. Так что и сказанной работе, и монетному двору каждому из них я во всяком случае отдавал должную часть. Глава шестидесятая Случилось, что в Парму назначен был легатом этот сказанный кардинал Сальвиати, каковой имел ко мне эту великую вышесказанную ненависть. В Парме был схвачен некий миланский золотых дел мастер, фальшивомонетчик, какового по имени звали Тоббия. Некоторые комментаторы Чилини полагают, что Тоббия не был миланцем, и, стало быть, выпад против него объясняется лишь желанием выставить своего конкурента в невыгодном свете, зная наперед, с какой антипатией относятся в Тоскане к миланцам. Так как его присудили к виселице и костру, то о нем поговорили со сказанным легатом, выставляя его перед ним весьма искусным человеком. Сказанный кардинал велел задержать исполнение правосудия и написал папе Клименту, говоря ему, что ему попал в руки человек, величайший в мире по части золотых дел мастерства, и что он уже приговорен к виселице и костру за то, что он фальшивомонетчик, но что человек этот простой и хороший, потому что он говорит, что спрашивал мнение у своего духовника, каковой, говорит, дал ему на то разрешение, что он может их делать. Кроме того, он говорил, если вы велите доставить этого великого человека в Рим, ваше святейшество сможете сбить эту великую спесь вашего Бенвенута, и я вполне уверен, что работы этого Тобби вам понравятся гораздо больше, чем работы Бенвенута. Таким образом, папа велел его тотчас же доставить в Рим. И когда тот прибыл, то, призвав нас обоих, он каждому из нас велел сделать рисунок для рога-единорога, прекраснейшего из когда-либо виданных. Его продали за семнадцать тысяч камеральных дукатов. Желая подарить его королю Франциску, папа хотел сначала богато украсить его золотом и поручил нам обоим, чтобы мы сделали сказанные рисунки. Желая подарить его королю Франциску по случаю свадьбы Екатерины Медичи с Генрихом Валуа. Когда мы их сделали, каждый из нас понес их к папе. Рисунок Тобби был в виде подсвечника, на который, подобно свече, натыкался этот красивый рог. А из-под ножа этого сказанного подсвечника он сделал четыре единорожьих головки самого простейшего измышления. Так что, когда я это увидел, я не мог удержаться от того, чтобы осторожным образом не усмехнуться. Папа заметил это и тотчас же сказал, — покажи-ка сюда твой рисунок. Каковой был одна лишь голова единорога. В соответствии с этим сказанным рогом я сделал самую красивую голову, какая только видана. Причиной этому было то, что я взял частью облик конской головы, а частью оленьей, обогатив прекраснейшего рода шерстью и другими приятностями, так что, едва увидели мою, всякий отдал ей предпочтение. Но так как в присутствии этого спора были некие чрезвычайно влиятельные миланцы, то они сказали, — Всеблаженный Отче, Ваше Святейшество, посылайте этот великий подарок во Францию. Знайте же, что французы — люди грубые и не уразумеют превосходство этой работы бенвенут. А такие вот сосуды им понравятся, каковые, к тому же и сделаны будут скорее. А бенвенута будет вам кончать вашу чашу, и вам окажутся сделаны две вещи за раз. А этот бедный человек, которого вы вызвали, тоже будет иметь работу. Папа, желая получить свою чашу, весьма охотно ухватился за совет этих миланцев. И вот на следующий день он назначил эту работу с рогом единорога Тобби. А мне велел сказать через своего скарбничего, что я должен кончать ему его чашу. Через своего скарбничего, то есть через Пьер Джованни Алиотто, пройдошливого прилата, которого Микеланджело презрительно именовал пронырой и всезнайкой. На каковые слова я ответил, что ничего другого на свете и не желаю, как только кончить эту мою прекрасную работу. Но что если бы она была из другого вещества, чем золото, то я бы совсем легко мог ее кончить сам. Но так как вот она из золота, то надобно, чтобы его святейшество мне его дал, если желает, чтобы я мог ее кончить. На эти слова этот мужик придворный сказал, — Смотри, не проси у папы золота. Не то приведешь его в такой гнев, что плохо, плохо тебе будет. На что я сказал, — О, вы, миссер, ваша милость, научите меня немного, как без муки можно делать хлеб. Так и без золота никогда не будет кончена эта работа. Этот скарбничий мне сказал, так как ему показалось немного, что я над ним смеюсь, что все то, что я сказал, он передаст папе. И так и сделал. Папа, придя в зверскую ярость, сказал, что желает посмотреть, настолько ли я безумен, чтобы ее не кончить. Так прошло два с лишним месяца, и хоть я и сказал, что не желаю к ней и притрагиваться, я этого не сделал, а беспрерывно работал с превеликой любовью. Видя, что я ее не несу, он начал весьма на меня опаляться, говоря, что накажет меня во что бы то ни стало. Был в присутствии этих слов один миланец, его ювелир. Звали его Помпео, каковой был близким родственником некоему мессер Трояно, любимейшему слуге, какой был у папы Климента. Оба они, сговорившись, сказали папе, если бы ваше святейшество отняли у него монетный двор, то, может быть, вы бы ему вернули охоту кончить чашу. Тогда папа сказал, это было бы скорее целых две беды. Первая та, что мне плохо услужал бы монетный двор, который мне так важен, а вторая та, что я уже, наверное, никогда не получил бы чаши. Эти два сказанных миланца, видя, что папа дурно расположен ко мне, наконец, возмогли настолько, что он все-таки отнял у меня монетный двор и дал его некоему молодому перджинцу, какового звали по прозвищу Фаджуоло. Томазо д'Антонио из Перуджи папа передал ему монетный двор в январе 1534 года, отняв его у Бенвенута. Пришел ко мне этот Помпео сказать от имени папы, что его святейшество отнял у меня монетный двор, и что если я не кончу чаши, то он отнимет у меня и остальное. На это я отвечал, скажите его святейшеству, что монетный двор он отнял у себя, а не у меня, и то же самое будет у него и с этим остальным, и что когда его святейшество захочет мне его вернуть, то я ни в коем случае его не пожелаю вновь. Этот злополучный и несчастный, ему не терпелось явиться к папе, чтобы пересказать ему все это, а кое-что он добавил ртом и от себя. Неделю спустя папа послал с этим самым человеком сказать мне, что не желает больше, чтобы я окончал ему эту чашу, и что он требует ее обратно в том самом виде и состоянии, докуда я ее довел. Этому Помпео я ответил, это не монетный двор, чтобы ее можно было у меня отнять. Конечно, те пятьсот скуда, что я получил, принадлежат его святейшеству, каковые я ему немедленно верну, а работа моя, и с ней я сделаю что мне угодно. Этот Помпео побежал передать заодно с кое-какими другими зубастыми словами, которые я с некоторым основанием сказал ему лично. Глава 61. Через три дня после этого, в четверг, пришли ко мне два камерария его святейшества, любимейших, и еще и сейчас жив один из них, епископ, какового звали мессер Пьер Джованни, и был он скарбничем его святейшества. Другой был еще более знатного рода, чем этот, да только я не помню имени. Придя ко мне, они сказали так. Папа нас прислал, Бенвенута. Так как ты не пожелал поладить с ним по-хорошему, то он говорит, или чтобы ты отдал нам его работу, или чтобы мы отвели тебя в тюрьму. Тогда я привесело посмотрел им в лицо, говоря, — Синьоры, если бы я отдал работу его святейшеству, я бы отдал свою работу, а не его. А я свою работу не хочу ему отдавать, потому что, подвинув ее немного вперед своими великими трудами, я не хочу, чтобы она досталась в руки какому-нибудь невежественному скоту, чтобы он с малым трудом мне ее испортил. Тут же присутствовал, когда я это говорил, тот вышесказанный золотых дел мастер по имени Тобби, каковой дерзко потребовал у меня еще и модели этой работы. Слова, достойные такого несчастного, которые я ему сказал, здесь не к чему повторять. И так как эти господа камерарии торопили меня управиться, с тем, что я хотел бы сделать, то я им сказал, что я уже управился. Я взял плащ и, прежде чем выйти из мастерской, повернулся к образу Христа с великим поклоном и со шляпой в руке и сказал, — О, милостивый и бессмертный, праведный и святой Господь наш, все, что ты делаешь, делается по твоей справедливости, которой нет равных. Ты знаешь, что я как раз достигаю тридцатилетнего возраста моей жизни, и что ни разу до сих пор мне не сулили темницы за что бы то ни было. Так как теперь тебе угодно, чтобы я шел в темницу, всем сердцем благодарю тебя за это. Обернувшись затем к обоим камерариям, я сказал так, с этким немного хмурым лицом, такой человек, как я, не заслуживает стражников меньше сана, чем вы, сеньоры, поэтому поместите меня посередине, и, как узника, ведите меня куда хотите. Эти два милейших человека, рассмеявшись, поместили меня посередине и, продолжая весело беседовать, повели меня к римскому губернатору, какового звали Магалотто. Когда мы к нему пришли, вместе с ним был фискальный прокурор, и они меня ждали, эти господа камерарии, все так же смеясь, сказали губернатору, мы вам вручаем этого узника, и смотрите за ним хорошенько. Мы были очень рады, что переняли должность у ваших исполнителей, потому что Бен Венута нам сказал, что так как это первый его арест, то он не заслуживает стражников меньшего сана, чем мы. Тотчас же удалившись, они явились к папе, и когда они в точности рассказали ему все, он сперва показал вид, что хочет прийти в ярость, затем принудил себя рассмеяться, потому что тут же присутствовало несколько сеньоров и кардиналов, моих друзей, каковые весьма ко мне благоволили. Ни разу до сих пор мне не сулили темницы. Тут автор откровенно погрешает против правды, забыв, что в свое время совет восьми приговорил его даже к смертной казни. Да и возраст Челлини преуменьшил себе в этом пассаже на целых три, а то и четыре года. Какового звали Магалотто, Григорио Магалотто, юрист и писатель. Фискальный прокурор им был Бенедетто Валенти, ценитель и знаток искусства. Тем временем губернатор-фискал то стращали меня, то уговаривали, то советовали мне, говоря мне, что разум требует, чтобы тот, кто заказывает другому работу, мог взять ее обратно по своему желанию и любым способом, каким ему угодно. На что я сказал, что этого не дозволяет справедливость, и что и Папа не может этого сделать, потому что Папа — это не то, что какие-нибудь государики-тиранчики, которые делают своим народом все то зло, какое могут, не соблюдая ни закона, ни справедливости. Поэтому наместник Христа ничего такого не может сделать. Тогда губернатор с этакими ерыжными действиями и словами сказал «Бенвенута, бенвенута! Ты добьешься того, что я с тобой обойдусь по заслугам. Вы со мной обойдетесь уважительно и учтиво, если желаете обойтись со мной по заслугам». Он опять сказал «Сейчас же пошли за работой и не жди второго слова». На это я сказал «Сеньоры, разрешите мне сказать еще четыре слова относительно моей правоты». Фискал, который был ерыга, много более мягкий, нежели губернатор, обернулся к губернатору и сказал «Монсеньор, разрешим ему сто слов. Лишь бы он вернул работу, это все, что нам нужно». Я сказал «Если бы был какого бы то ни было рода человек, который велел бы построить дворец или дом, он по справедливости мог бы сказать подрядчику, который бы его строил, я не хочу, чтобы ты работал дальше над моим домом или над моим дворцом». Заплатив ему за его труды, он по справедливости может его отослать. Также если бы был какой-нибудь сеньор, который велел бы оправить камень в тысячу скуда, то, видя, что ювелир не услужает ему сообразно его желанию, он может сказать «Отдай мне мой камень, потому что я не желаю твоей работы». А в этом вот деле нет ничего такого, потому что тут нет ни дома, ни камня. Ничего другого мне нельзя сказать, как то, чтобы я вернул те пятьсот скуда, которые я получил. Так что, монсеньоры, делайте все, что можете, потому что от меня вы ничего другого не получите, как эти пятьсот скуда. Так вы и скажите папе. Ваши угрозы не пугают меня нисколько, потому что я человек честный и не боюсь за свои грехи. Встав, губернатор и фискал сказали мне, что идут к папе и что вернутся с таким приказом, что горе мне. Так я остался под стражей. Я разгуливал по зале. Они часа три не возвращались от папы. Тем временем меня заходила проведать вся торговая знать нашей нации, прося меня настойчиво, чтобы я оставил это и не спорил с папой, потому что это может быть для меня гибелью. Каковым я отвечал, что я отлично решил, что мне делать. Глава шестьдесят вторая Как только губернатор вместе с фискалом вернулись из дворца, велев меня позвать, он сказал в таком смысле «Бенвенута, мне, разумеется, неприятно, что я вернулся от папы с таким приказом, какой я получил. Так что ты или немедленно доставь работу, или подумай о своей участи». Тогда я ответил, что так как я никогда еще до сего часа не верил, чтобы святой наместник Христа мог совершить несправедливость, то я хочу это увидеть, прежде чем этому поверить. Поэтому делайте, что можете. Опять же губернатор возразил, говоря, «Я должен тебе сказать еще два слова от имени папы, а потом исполню данный мне приказ, папа говорит, чтобы ты мне принес сюда работу, и чтобы при мне ее положили в коробку и опечатали. Затем я должен отнести ее к папе, каковой обещает своим словом не трогать ее из-под печати, и тотчас же тебе ее вернет. Но это он хочет, чтобы сделано было так, дабы иметь в этом также и ему долю своей чести». На эти слова я отвечал, смеясь, что весьма охотно дам ему свою работу тем способом, как он говорит, потому что я хочу уметь судить, на что похоже папское слово. И вот я послал за своей работой, ее опечатали так, как он сказал, и я ее ему отдал. Здесь и в самом деле нельзя не улыбнуться дипломатии Климента Седьмого, который, впрочем, тут же нарушил свое слово. И вот я послал за своей работой, ее опечатали так, как он сказал, и я ее ему отдал. Когда губернатор возвратился к папе со сказанной работой сказанным образом, папа, взяв коробку, как мне передавал сказанный губернатор, повертел ее несколько раз. Потом спросил губернатора, видел ли он ее, каковой сказал, что видел, и что ее в его присутствии этим способом опечатали. Затем добавил, что она ему показалась вещью весьма изумительной, на что папа сказал, вы скажете, бенвенута, что папы имеют власть решить и вязать вещи куда поважнее этой. И в то время, как он говорил эти слова, он с некоторым гневом открыл коробку, сняв веревки и печать, которыми она была перевязана. Потом долго на нее смотрел, и, насколько я узнал, показал ее этому Тобби, золотых дел мастеру, каковой много ее хвалил. Тогда папа спросил его, сумел ли бы он сделать такого рода работу. Папа сказал ему, чтобы он в точности следовал этому замыслу. Потом обернулся к губернатору и сказал ему, узнайте, хочет ли бенвенута нам ее отдать. Если он ее нам отдаст такой, пусть ему заплатят все, во что ее оценят следующие люди. Или же, если он хочет кончить ее, сам пусть назначит срок. И если вы увидите, что он хочет ее доделать, пусть ему дадут все удобства, какие он справедливо пожелает. Тогда губернатор сказал, всеблаженный отче, я знаю ужасное качество этого молодого человека. Дайте мне полномочия, чтобы я мог задать ему взбучку по-своему. На это папа сказал, чтобы он делал, что хочет на словах, хоть он и уверен, что он сделает только хуже. Наконец, когда он увидит, что ничего другого сделать не может, пусть он мне скажет отнести эти его пятьсот скудо этому Помпео, его ювелиру вышесказанному. Вернувшись, губернатор велел меня позвать к себе в комнату и с ерыжным взглядом сказал мне, папы имеют власть решить и вязать весь мир. И тотчас же это утверждается на небесах, как правильно сделанное. Вот тебе твоя работа, развязанная и осмотренная его святейшеством. Тогда я немедленно возвысил голос и сказал, я благодарю Бога, потому что теперь я умею судить, на что похоже папское слово. Тогда губернатор наговорил мне и учинил много неистовых бахвальств. А затем, видя, что это все впустую, совсем отчаявшись в этом предприятии, перешел на несколько более мягкий лад и сказал мне, бенвенуто, мне очень жаль, что ты не желаешь уразуметь своего же блага. Поэтому ступай, отнеси пятьсот скуда, когда хочешь вышесказанному Помпео. Взяв свою работу, я пошел. И тотчас же отнес пятьсот скуда этому Помпео. А так как, по-видимому, папа, полагая, что по затруднительности или по какой-либо иной причине, я не смогу так скоро отнести деньги, желая снова завязать нить моего служения, когда он увидел, что Помпео является к нему, улыбаясь с деньгами в руках, папа наговорил ему грубости и очень горевал, что это дело обернулось таким образом. Затем сказал ему, поди сходи к бенвенуто, в его мастерскую, учини ему все те ласки, какие может твое невежественное скотство, и скажи ему, что если он хочет кончить мне эту работу, чтобы сделать из нее ковчежец, чтобы носить в нем корпус домини, когда я с ним иду в процессе, то я дам ему все удобства, какие он пожелает, чтобы его кончить, лишь бы он работал. Придя ко мне, Помпео вызвал меня из мастерской и учинил мне самые приторные ослиные ласки, говоря мне все то, что ему велел папа. На что я тут же ответил, что величайшее сокровище, какового я мог бы желать на свете, это вновь обрести милость столь великого папы, каковая была утрачена мной и не по моей вине, а только по вине моей непомерной болезни и по злобе тех завистливых людей, которые находят удовольствие в том, чтобы чинить зло. А так как у папы изобилие слуг, то пусть он больше не посылает вас ко мне ради вашего блага. Так что заботьтесь о себе хорошенько. Я не примину ни днем, ни ночью помышлять о том, чтобы сделать все то, что могу для службы папе. И помните хорошенько, что, сказав это обо мне папе, вы уже никоим образом не вмешиваетесь ни в какие мои дела, потому что я заставлю вас познать ваши ошибки через ту кару, которой они заслуживают. Этот человек передал папе все гораздо более скотским образом, чем я ему выразился. Так дело стояло некоторое время, и я занимался своей мастерской и своими делами. Глава 63 Этот Тобия, золотых дел мастер, вышеуказанный, работал над окончанием оправы и украшения для этого рога-единорога. А кроме того, папа ему сказал, чтобы он начал чашу в том духе, как он видел мою. И, начав смотреть у сказанного Тобия, что тот делает, оставшись неудовлетворен, он очень сетовал, что порвал со мной и хулил, и его работы, и тех, кто их выдвигал, и несколько раз ко мне приходил Бочино Делла Крочи сказать от имени папы, что я должен сделать этот ковчежец. На что я говорил, что я прошу его святейшества, чтобы он дал мне отдохнуть от великой болезни, которая у меня была, от каковой я все еще не вполне оправился. Но что я покажу его святейшеству, что те часы, которые я могу работать, я их все потрачу на службу ему. Я принялся его изображать и тайком готовил ему медаль. И эти стальные чеканы, чтобы выбить сказанную медаль, я их делал дома, а в мастерской у себя держал товарища, который прежде был у меня под мастерьем, какового звали Феличи. В эту пору, как делают молодые люди, я влюбился в одну девочку-сицелянку, каковая была замечательно красива. А так как и она обнаруживала, что очень меня любит, то мать ее, почуяв это, догадываясь о том, что может случиться. Дело в том, что я задумал сбежать со сказанной девочкой на год во Флоренцию, в полнейшей тайне от матери. Почуяв это, она однажды ночью тайком уехала из Рима и отправилась в Неаполь. И пустила слух, будто уехала в Чивито-Веккию, а сама уехала в Остею. Я отправился следом в Чивито-Веккию и натворил неописуемых безумств, чтобы разыскать ее. Слишком было бы долго рассказывать все это в подробности. Довольно того, что я готов был или сойти с ума, или умереть. По прошествии двух месяцев она мне написала, что находится в Сицилии, и очень несчастна. Тем временем я предался всем удовольствиям, какие только можно вообразить, и завел другую любовь, только для того, чтобы погасить эту. Глава шестьдесят четвертая Привелось мне через некоторые разные странности завести дружбу с некоим сицилианским священником, каковой был возвышеннейшего ума и отлично знал латинскую и греческую словесность. Случилось однажды по поводу одного разговора, что зашла речь об искусстве некромантии. На что я сказал, превеликое желание было у меня во все время моей жизни увидеть или услышать что-нибудь об этом искусстве. На каковые слова священник добавил, твердый дух и спокойный должен быть у человека, который берется за такое предприятие. Я ответил, что твердости и спокойствия духа у меня хватит, лишь бы мне найти способ это сделать. Тогда священник ответил, если ты на это идешь, то уж остальным я тебя угощу вдоволь. И так мы условились приступить к этому предприятию. Раз как-то вечером сказанный священник снарядился и сказал мне, чтобы я приискал товарища, а то и двоих. Я позвал Винченцо Ромоле, большого моего друга, а сам он привел с собой одного пистойца, каковой точно так же занимался некромантией. Винченцо Ромоле, служивший на монетном дворе. Мы отправились в Кулезей, и там священник, нарядившись по способу некромантов, принялся очертить круги на земле с самыми чудесными церемониями, какие только можно вообразить. И он велел нам принести с собой драгоценные курения и огонь, а также зловонные курения. Кулезей, принятое тогда написание Колизея. Когда он был готов, он сделал в кругу ворота и, взяв нас за руку, одного за другим поставил нас в круг. Затем распределил обязанности. Пентакул он дал в руки этому другому своему товарищу некроманту, остальным велел смотреть за огнем и курениями. Затем приступил к заклинаниям. Пентакул — талисман пятиугольной формы. Длилась эта штука полтора с лишним часа. Явилось несколько легионов, так что Кулезей был весь переполнен. Я, который следил за драгоценными курениями, когда священник увидел, что их такое множество, он обернулся ко мне и сказал «Бенвенута, попроси их о чем-нибудь». Я сказал, чтобы они сделали так, чтобы я был опять со своей Анжеликой, сицилианкой. В эту ночь нам никакого ответа не было. Но я получил превеликое удовлетворение в том, чего ожидал от такого дела. Некромант сказал, что нам необходимо сходить туда еще раз, и что я буду удовлетворен во всем, чего прошу, но что он хочет, чтобы я привел с собой невинного мальчика. Я взял одного своего ученика, которому было лет двенадцать, и снова позвал с собой этого сказанного Винченцио Ромоли. А так как был у нас близкий приятель, некий Аньолину Гадди, то также и его мы повели на это дело. Когда мы пришли на назначенное место, некромант, сделав те же свои приготовления, тем же и даже еще более удивительным образом поставил нас в круг, каковое он снова сделал с самым изумительным искусством и с самыми изумительными церемониями. Затем этому моему Винченцио он поручил заботу о курениях и об огне. Взял ее на себя также и сказанный Аньолино Гадди. Затем мне он дал в руки Пентакул, каковой он мне сказал, чтобы я его поворачивал сообразно местам, куда он мне укажет. А под Пентакулом у меня стоял этот мальчуган, мой ученик. Начал некромант творить эти ужаснейшие заклинания, призывая поименно великое множество этих самых демонов, начальников этих легионов, и приказывал им силой и властью Бога, несотворенного, живого и вечного на еврейском языке, а также немало на греческом и латинском. Так что в короткий промежуток весь Кулезей наполнился в сто раз больше, нежели они то учинили в тот первый раз. Винченцо Рамоли разводил огонь, вместе с этим сказанным Аньолино, и великое множество драгоценных курений. Я по совету некроманта снова попросил, чтобы мне можно было быть с Анжеликой. Обернувшись ко мне, некромант сказал, — Слышишь, что они сказали? Что не пройдет и месяца, как ты будешь там, где она. И снова прибавил, что просит меня, чтобы я у него держался твердо, потому что легионов в тысячу раз больше, чем он вызывал, и что они самые, что ни на есть опасные. И так как они установили то, о чем я просил, то необходимо их улистить и потихоньку их отпустить. С другой стороны, мальчик, который стоял под пентакулом, в превеликом испуге говорил, что в этом месте миллион свирепейших людей, каковые все нам грозят. Потом он сказал, что появилось четыре непомерных великана, каковые вооружены и показывают вид, что хотят войти к нам. Тем временем некромант, который дрожал от страха, старался мягким и тихим образом, как только мог, отпустить их. Винченцо Ромоле, который дрожал, как хворостинка, хлопотал над курениями. Я, который боялся столько же, сколько и они, старался этого не показывать и всем предавал изумительнейшего духу. Но я считал себя наверняка мертвым из-за страха, какой я видел в некроманте. Мальчик спрятал голову между колен, говоря, я хочу умереть так, потому что нам пришла смерть. Я снова сказал мальчику, эти твари все ниже нас, и то, что ты видишь, только дым и тень, так что подыми глаза. Когда он поднял глаза, он опять сказал, весь Кулезей горит, и огонь идет на нас. И, закрыв лицо руками, снова сказал, что ему пришла смерть и что он не хочет больше смотреть. Некромант воззвал ко мне, прося меня, чтобы я держался твердо, и чтобы я велел покурить цафетикой. Цафетика, застывшая смола, ароматичное превоскурение. И вот, обернувшись к Винчанцио Ромоле, я сказал, чтобы он живо покурил цафетикой. Пока я так говорил, взглянув на Аньолину Гадди, каковой до того перепугался, что свет очей вылез у него на лоб, и он был почти вовсе мертв, каковому я сказал, Аньолу, в таких местах надо не бояться, а надо стараться и помогать себе. Поэтому подбросьте живее этой цафетики. Сказанный Аньолу чуть хотел тронуться и сдал громогласную пальбу с таким изобилием кала, каковое возмогло много больше, нежели цафетика. Мальчик при этой великой воне и при этом треске, приподняв лицо, слыша, что я посмеиваюсь, успокоив немного страх, сказал, что они начали удаляться с великой поспешностью. Так мы пробыли до тех пор, пока не начали звонить к утренне. Мальчик опять нам сказал, что их осталось немного и поодаль. Когда некромант учинил весь остаток своих церемоний, разоблачился и забрал большую кипу книг, которые приносил с собой, мы все вместе с ним вышли из круга, теснясь друг к дружке, особенно мальчик, который поместился посередине и держал некроманта за рясу, а меня за плащ. И все время, пока мы шли к себе по домам в банке, он нам говорил, что двое из тех, которых он видел в Кулезее, идут перед нами в припрыжку, то бегом по крышам, то по земле. Некромант говорил, что сколько раз он не вступал в круги, еще ни разу с ним не бывало такого великого дела, и убеждал меня, чтобы я согласился заклясть вместе с ним книгу, из чего мы извлечем бесконечное богатство, потому что мы потребуем у демонов, чтобы они указали нам клады, каковыми полна земля, и таким образом мы станем прибогаты. А что эти любовные дела, суета и вздор, каковые ничего не стоят? Я ему сказал, что если бы я знал латынь, я бы весьма охотно это сделал. Но он меня убеждал, говоря мне, что латынь мне ни к чему не нужна, и что, если бы он захотел, он нашел бы многих с хорошей латынью, но что он никогда не встречал никого с таким стойким духом, как у меня, и что я должен придерживаться его совета. За такими разговорами мы пришли к своим домам, и каждому из нас всю эту ночь снились дьяволы. Глава 65 Потом мы виделись изо дня в день, и некромант меня понуждал, что я должен взяться за это предприятие, поэтому я его спросил, сколько на это дело потребуется времени и куда нам придется отправиться. На это он мне ответил, что с этим предприятием мы покончим меньше, чем в месяц, и что самое подходящее место — это в горах около Норч. Правда, один его учитель заклинал здесь поблизости, в местечке, называемом Бадия-ди-Фарфа. Бенедиктинский монастырь Санта-Мария Но что там у него были кое-какие затруднения, каковых не будет в горах около Норчи. И что эти норчинские крестьяне — люди верные и имеют кое-какой опыт в этом деле, так что в случае надобности могут оказать удивительную помощь. Этот священник-некромант несомненнейшее до того убедил меня, что я охотно расположился это сделать, но я говорил, что хочу раньше кончить эти медали, которые я делал для папы. И сказанному я сообщил, и никому другому, прося его, чтобы он хранил мне их в тайне. Однако я постоянно его спрашивал, верит ли он, что в этот срок я должен встретиться с моей Анжеликой, сицилианкой, и, видя, что время очень близится, мне казалось очень удивительным делом, что про нее ничего не слышно. Некромант мне говорил, что я, наверное, окажусь там, где она, потому что они никогда не обманывают, когда обещают так, как сделали тогда. Но чтобы я держал глаза открытыми и остерегался беды, которая со мной в этих обстоятельствах может случиться, и чтобы я принудил себя перенести нечто противное моей природе, потому что в ней он усматривает превеликую опасность, и что благо мне будет, если я уеду с ним заклинать книгу, потому что таким путем эта моя великая опасность минует, и я буду причиной того, что мы с ним станем присчастливы. Я, которому начинало этого хотеться больше даже, чем ему самому, сказал ему, что так как в Рим приехал некий маэстро Джованни из Кастель Болоньезе, великий искусник делать медали, в том же роде, что и я делал из стали, и что я ничего на свете так не хочу, как потягаться с этим искусником и выйти в свет, имея за собой такое предприятие, через каковое, я надеюсь, талантом, а не шпагой, сразить этих нескольких моих врагов. Маэстро Джованни из Кастель Болоньезе Джованни Вернарди 1495-1555 Резчик по камню и медальер Но этот человек от меня не отставал, говоря мне, сделай милость, мой бенвенута, поезжай со мной и избеги великой опасности, которую я в тебе обнаруживаю. Пока я так расположился, во что бы то ни стало прежде всего хотеть кончить мою медаль, мы уже были близки к концу месяца. При каковом, будучи влюблен до такой степени в свою медаль, я уже не помнил ни об Анжелике, ни о чем таком, но весь ушел в эту свою работу. Глава 66 Как-то раз, среди прочих, близко к часу вечерни, мне вышел случай переправиться вне обычных часов из дому в мою мастерскую. Потому что мастерскую я держал в банке, а домик у меня был позади банки, и в мастерскую я ходил редко, ибо все заказы я поручил исполнять этому моему товарищу, которому имя было Феличи. И вот, побыв немного в мастерской, я вспомнил, что мне надо пойти поговорить с Лиссандро дель Бене. Тотчас же встав и выйдя на банки, я встретился с некоим большим моим другом, какового звали по имени сэр Бенедетто. Это был нотариус, и родился во Флоренции, сын слепого, который читал молитвы, который был из Сиены. Этот сэр Бенедетто жил в Неаполе много и много лет. Потом переехал в Рим и вел дела некоих сиенских купцов Фиджи. Следует читать Киджи, очевидная ошибка. А так как этот мой товарищ уже много раз требовал с него некие деньги, которые должен был с него получить, за кое-какие колечки, которые он ему доверил, то в этот самый день, повстречавшись с ним на банке, он потребовал у него свои деньги немного грубым образом, каковой был у него обычаем. А сказанный сэр Бенедетто был с этими своими хозяевами. И вот, видя, что делается такое дело, они сильно изругали этого сэр Бенедетто, говоря ему, что хотят услужаться другим, чтобы не слышать больше такого лая. Этот сэр Бенедетто защищался перед ними как мог и говорил, что этому золотых дел мастеру он заплатил, и что он не способен обуздывать бешенство сумасшедших. Сказанные сиенцы дурно приняли эти слова и тотчас же прогнали его вон. Расставшись с ними, он стрелой отправился в мою мастерскую, вероятно, чтобы досадить сказанному Феличи. Случилось так, что как раз посередине банки мы друг с другом встретились. И так как я ничего не знал, то, как всегда, любезнейшим образом его приветствовал, каковой мне ответил весьма грубыми словами. И тут мне вспомнилось все то, что мне сказал некромант. Поэтому, держа, как только я мог, под устцы то, что он своими словами понуждал меня сделать, я говорил, «Братец сэр Бенедетто, не извольте на меня злиться, потому что я вас ничем не обидел и ничего про эти ваши дела не знаю. А если у вас вышло что-нибудь с Феличи, то ступайте, пожалуйста, и с ним, и покончите. Он отлично знает, что вам ответить. А так как я ничего не знаю, то вы напрасно так на меня набрасываетесь, особенно зная, что я не такой человек, чтобы сносить оскорбления». На это сказанный сказал, что я отлично все знаю, а что он способен еще и не так меня навьючить, и что Феличи и я — два великих мошенника. Уже столпилось много народу, чтобы видеть эту ссору. Вынужденный грубыми словами, я быстро нагнулся к земле и схватил ком грязи, потому что прошел дождь, и со всего маху быстро запустил им в него, мете ему в лицо. Он нагнул голову, так что я попал ему в теме. В этой грязи был заключен обломок камня со множеством острых краев, и, ударив его одним из этих краев по темени, он упал наземь без чувств, как мертвый. Так что, видя такое обилие крови, всеми окружающими было решено, что он умер. Глава 67. Пока сказанный еще лежал на земле, и некоторые хлопотали о том, чтобы унести его прочь, проходил этот самый ювелир Помпео, уже сказанный выше. Это за ним послал папа для некоих ювелирных заказов. Видя этого пострадавшего человека, он спросил, кто его зашиб. На что ему было сказано, Бенвенута его зашиб, потому что этот дурак сам напросился. Сказанный Помпео, живо придя к папе, сказал ему, Всеблаженный отче, Бенвенута только что убил Тобию, я это видел собственными глазами. На это взбешенный папа велел губернатору, который тут же присутствовал, чтобы он меня схватил, и чтобы он меня немедленно повесил на том месте, где учинилось смертоубийство, и чтобы он приложил все старания поймать меня и не являлся ему на глаза, пока он меня не повесит. Когда я увидел этого несчастного на земле, я сразу подумал о своей участи, ввиду могущества моих врагов и того, что могло из этого произойти. Удалившись оттуда, я скрылся в доме у мессер Джованни Гадди, камерального клирика, желая снарядиться как можно скорее, чтобы уехать себе с Богом. На это сказанный мессер Джованни мне советовал, чтобы я не так торопился ехать, потому что, может быть, беда еще и не так велика, как мне показалось. И, велев позвать мессер Аннибаль Каро, каковой жил у него, сказал ему, чтобы он сходил разузнать. Пока по этому делу отдавались вышесказанные распоряжения, явился один римский дворянин, который жил у кардинала де Медичи и им присланный. Речь идет о кардинале Ипполито, братья Льва X. Этот дворянин, отозвав в сторону мессер Джованни и меня, сказал нам, что кардинал передал ему те слова, которые он слышал, как говорил папа, и что у него нет никакого способа мне помочь, и чтобы я сделал все возможное, дабы укрыться от этой первой грозы, и чтобы я не доверял ни одному дому в Риме. Как только этот дворянин ушел, сказанный мессер Джованни, посмотрев мне в лицо, собирался прослезиться и сказал, увы, горе мне, потому что у меня нет никакого способа тебе помочь. Тогда я сказал, с помощью Божьей я помогу себе и сам. Я только вас прошу, чтобы вы мне услужили одной из ваших лошадей. Уже был снаряжен вороной турецкий конь, самый красивый и самый лучший в Риме. Я сел на него с колесной аркебузой у Луки, приготовившись ею защищаться. Когда я подъехал к мосту Систо, я там застал всю стражу Борджелло, конную и пешую. И вот, сделав из необходимости доблесть, смело подбоднув тихонько коня с помощью Божьей, благо у них помрачились глаза, я свободно проехал и со всей скоростью, с какой только мог, отправился в Паломбару, поместье сеньора Джованн Батиста Савелло. И оттуда отослал конями сэр Джованни и даже не хотел, чтобы он знал, где я нахожусь. Джованн Батиста Савелло, Савелли, римский дворянин, находившийся сперва на службе у Климента Седьмого, а затем перешедший к флорентийским Медичи. Сказанный сеньор Джан Батиста, полоскав меня два дня, посоветовал мне, что я должен уехать оттуда и отправиться в Неаполь, пока не пройдет эта гроза. И, дав мне провожатых, велел меня вывезти на дорогу в Неаполь. На каковой я встретил одного воятеля, моего друга, который ехал в Сан-Джермано кончать гробницу Пьера де Медичи в Монте-Казини. Пьеру Медичи, сын Лоренцо Великолепного, утонул в Горильяно в 1504 году, Монте-Казини, Монте-Кассино. Звали его по имени Солосмео. Он мне рассказал новости, как в тот самый вечер папа Климент послал одного своего камерария узнать, как себя чувствует Тобия вышесказанный, и застав его за работой, причем ничего с ним и не случилось, и он даже и не знал ни о чем, доложив папе, тот обернулся к Помпео и сказал ему, — Ты негодяй, но я могу тебя заверить, что ты раздразнил змею, которая тебя еще ужалит, и по делам. Затем он обернулся к кардиналу де Медичи и велел ему, чтобы тот разузнал обо мне, потому что он ни за что бы не хотел меня потерять. Так мы с Солосмео ехали, распевая, в Монте-Казини, чтобы оттуда вместе ехать в Неаполь. По имени Солосмео Антонио да Сеттиньяно, живописец и скульптор, ученик Сансовино. Глава 68. Когда Солосмео поприсмотрел за своими делами в Монте-Казини, мы вместе двинулись к Неаполю. Не доезжая полумили до Неаполя, нам попался навстречу трактирщик, каковой стал нас приглашать в свою гостиницу и говорил нам, что он много лет жил во Флоренции у Карло Джинори, гонфолоньер Флорентийской республики, январь-февраль 1527 год. И что если мы остановимся у него в гостинице, он нам учинит премногие ласки, потому что мы флорентинцы. Каковому трактирщику мы несколько раз говорили, что не хотим к нему ехать. Этот человек, однако, то опережал нас, то нагонял, часто говоря нам все то же самое, что он хотел бы нас к себе в гостиницу. Так как он мне надоел, то я его спросил, не может ли он мне указать некую сицилианку, имя которой Беатричи, у каковой красавица дочка, которую зовут Анжелика, и они куртизанки. Этот трактирщик, решив, что я над ним издеваюсь, сказал, — Пошли, Господь, пагубу на всех куртизанок и на тех, кому они милы. И, подбоднув коня, показал вид, что решительно едет от нас прочь. Мне казалось, что я удачно развязался с этим дураком трактирщиком, хотя при этом я и не остался в выигрыше, потому что мне вспомнилась великая любовь, которую я питал к Анжелике. И вот когда я беседовал о ней со сказанным Солосмео, не без некоторых любовных вздохов, вдруг мы видим, что к нам с великой поспешностью возвращается трактирщик, который, подъехав к нам, сказал, — Дня два или три тому назад рядом с моей гостиницей поселилась женщина с девочкой, которых как раз так зовут, не знаю, сицилианки они или из какого другого места. Тогда я сказал, — Такую власть имеет надо мной это имя Анжелика, что я, так и быть, остановлюсь в твоей гостинице. Мы двинулись сообща вместе с трактирщиком в город Неаполь и спешились у его гостиницы. И мне не терпелось привести свои вещи в порядок, что я и сделал скорехонько. И, войдя в сказанный дом рядом с гостиницей, я нашел там мою Анжелику, каковая учинила мне самые непомерные ласки, какие только можно вообразить. Так я пробыл с нею от двадцати двух часов до следующего утра с таким удовольствием, что равного никогда не имел. И пока я наслаждался этим удовольствием, мне вспомнилось, что в этот самый день истекал месяц, который мне был предсказан демонами в некроматическом круге. Так что пусть посудит всякий, кто с ними путается, через какие неописуемые опасности я прошел. Глава шестьдесят девятая В кошельке у меня случайно был алмаз, каковой мне привелось показывать золотых дел мастерам. И хотя я был молод еще, но и в Неаполе меня настолько знали как недюжинного человека, что обласкали меня премного. Среди прочих некий обходительнейший ювелир, имя каковому было миссер Доменико Фонтана. Этот почтенный человек забросил мастерскую на те три дня, что я был в Неаполе, и не отставал от меня, показывая мне множество прекрасных древностей, которые были и в Неаполе, и вне Неаполя. И, кроме того, повел меня представиться неаполитанскому вице-королю, каковой дал ему знать, что жаждет меня видеть. Педро Альварес де Толедо, маркиз Вильяфранко, 1484-1553, вице-король с 1532 года. Когда я явился к его сиятельству, он оказал мне весьма почетный прием. И пока мы это учиняли, его сиятельству бросился в глаза вышесказанный алмаз. И, попросив меня показать его ему, он сказал, что если бы я стал с ним расставаться, то чтоб я уж, пожалуйста, не обошел его. На что я, получив обратно алмаз, снова подал его его сиятельству и сказал ему, что и алмаз, и я к его услугам. Тогда он сказал, что алмаз ему очень нравится, но что ему еще гораздо больше бы нравилось, чтобы я остался у него. Что он заключит со мной такие условия, что я буду им доволен. Много любезных слов сказали мы друг другу. Но когда затем мы перешли к достоинствам алмаза, и мне было велено его сиятельством, чтобы я спросил за него цену, какую я думаю, без обиняков, на что я сказал, что двести скуда точная ему цена, на что его сиятельство сказал, что он думает, что я ничуть не уклонился от должного. Но так как он оправлен моей рукой, а он знает, что я первый человек на свете, то если бы его оправлял кто-либо другой, он вышел бы не таким превосходным, как кажется, тогда я сказал, что алмаз оправлен не моей рукой, и что он оправлен нехорошо. И то, что он дает, он дает благодаря своей собственной добротности. И что если бы я его переоправил, то я бы его весьма улучшил против того, что он сейчас. И, поддев алмаз ногтем большого пальца за ребра, я вынул его из кольца и, слегка почистив, подал его вице-королю. Тот, довольный и изумленный, выписал приказ, чтобы мне уплатили двести скуда, которые я спрашивал. Вернувшись в свое жилье, я нашел письмо, полученное от кардинала де Медичи, каковое мне говорило, чтобы я с великой поспешностью возвращался в Рим и сразу же отправлялся спешиться у дома его преосвященства. Когда я прочел письмо моей Анжелике, она с миленькими слезами стала меня упрашивать, чтобы я уж, пожалуйста, остался в Неаполе или же взял ее с собой. На это я сказал, что если она хочет ехать со мной, что я ей отдам на хранение те двести дукатов, которые я получил от вице-короля. Мать, увидев нас за этими тесными разговорами, подошла к нам и сказала мне, — Бенвенута, если ты хочешь увезти мою Анжелику в Рим, оставь мне штук пятнадцать дукатов, чтобы я могла родить, а потом приеду и я. Я сказал старой мошеннице, что я охотно оставлю ей хоть тридцать, если она согласна отдать мне мою Анжелику. Когда мы на этом порешили, Анжелика попросила меня, чтобы я ей купил платье из черного бархата, потому что в Неаполе он дешев. Я на все был согласен. Когда я послал за бархатом, расплатился, и все, старуха, которая думала, что я совсем размяк, стала просить у меня платье из тонкого сукна для себя и много всякого другого для своих детей и гораздо больше денег, чем я ей предлагал. На что я приветливо обернулся к ней и сказал, — Беатричи, моя дорогая, хватит тебе того, что я предложил. Она сказала, что нет. Тогда я сказал, что если не хватит ей, то мне хватит. И, поцеловав мою Анжелику, она со слезами, а я со смехом, мы расстались, и я тотчас же выехал в Рим. Глава 70 Выехав из Неаполя ночью, с деньгами при себе, чтобы не быть подкарауленным и убитым, как это в Неаполе принято, и, очутившись в сельчате, я с великой хитростью и телесной силой защитился от нескольких всадников, которые на меня наехали, чтобы убить. В следующие затем дни, оставив Солосмео при его монте-казинских делах, заехав однажды утром пообедать в гостиницу в Адананье, подъезжая к гостинице, я выстрелил в некоих птиц из своей аркебузы и убил их, и железка, которая была в замке у моей пищали, разодрала мне правую руку. В Адананье, поселок Ананье в римской провинции. Хотя рана была пустячная, она оказалась большой благодаря большому количеству крови, которую проливала моя рука. Приехав в гостиницу, поставив лошадь на место, взойдя на некий помост, я застал много неаполитанских дворян, которые как раз садились за стол. И с ними была знатная молодая женщина, красивее которой я никогда не видал. Когда я вошел, следом за мной поднялся отважнейший молодой человек, мой слуга, с огромным протазанищем в руке. Протазан — оружие, похожее на большую алебарду. Так что мы, оружие и кровь, навели такого страху на этих бедных дворян, тем более, что место это было гнездом убийц. Повскакав из-за стола, они взмолились Богу в великом ужасе, чтобы Он им помог. Каковым я сказал, смеясь, что Бог им помог, и что я готов защитить их против всякого, кто вздумал бы их обидеть. И когда я попросил у них немного помощи, чтобы перевязать руку, эта красивейшая, знатная женщина взяла свой платочек, богато отделанный золотом, и хотела меня им перевязать. Я не захотел. Тогда она разорвала его пополам и с превеликой приветливостью собственноручно меня перевязала. Таким образом, немного успокоившись, мы очень весело пообедали. После обеда мы сели на лошадей и все вместе поехали дальше. Страх еще не совсем прошел, потому что эти дворяне коварно оставили меня занимать молодую женщину, следуя немного позади. И я ехал с ней рядом на своем славном коньке, махнув моему слуге, чтобы он держался от меня поодаль. Так что мы беседовали о таких вещах, каких аптекарь не продает. И я доехал до Рима с таким удовольствием, как никогда. Когда я приехал в Рим, я отправился спешиться у дворца кардинала де Медичи. Застав его преосвященство у себя, я ему представился и поблагодарил его премного за то, что он меня вызвал. Затем я попросил его преосвященства, чтобы он оградил меня от тюрьмы, а если возможно, то и от денежной пени. Сказанный сеньор был очень рад меня видеть. Он мне сказал, чтобы я ни о чем не беспокоился. Затем он обернулся к одному своему приближенному, какового звали миссер Пьер-Антонио Петчи, сиенец, говоря ему, чтобы он от его имени сказал Барджеллу, чтобы тот не смел меня трогать. Пьер-Антонио Петчи впоследствии перешел на службу к Екатерине Медичи. Потом он его спросил, как поживает тот, кому я попал, камнем в голову. Сказанный миссер Пьер-Антонио сказал, что ему плохо и будет еще хуже, потому что, узнав, что я возвращаюсь в Рим, он сказал, что хочет умереть, чтобы мне досадить. На каковые слова с громким смехом кардинал сказал, «Он ничего лучше не мог придумать, чтобы показать нам, что он родился сиенцем». Дело в том, что у флорентийцев издавна повелось считать сиенцев людьми недалекими. Это хорошо отразилось в старой итальянской новеллистике, преимущественно у писателей-флорентийцев. Затем, обернувшись ко мне, сказал, «Для нашего и твоего приличия потерпи дня четыре или пять и не показывайся на банке. Потом ходи где хочешь, а полоумные пусть помирают, если им нравится». Я отправился к себе домой и принялся окончать медаль, которую было начал с головой папы Климента, каковую я делал с оборотом, изображавшим мир. Это была маленькая женщина, одетая в тончайшие одежды, перепоясанная, с факельцем в руке, которая сжигала груду оружия, перевязанного в виде трофея. И там была изображена часть храма, в каковом был изображен раздор, скованный множеством цепей, а вокруг была надпись, гласившая «Клаудун тур белли порте». Пока я окончал сказанную медаль, тот, которого я ушиб, выздоровел, и папа, не переставая, обо мне справлялся. А так как я избегал показываться к кардиналу де Медичи, потому что всякий раз, как я с ним встречался, его преосвященство заказывало мне какую-нибудь важную работу, чем очень мешал мне кончать мою медаль, то случилось так, что миссер Пьер Карнесекки, большой любимец папы, взял на себя заботу осведомляться обо мне. Так он искусным образом сказал мне, как папе хотелось бы, чтобы я ему служил. На что я сказал, что на этих же днях докажу его святейшеству, что я никогда не покидал службу ему. Глава семьдесят первая Несколько дней спустя, кончив свою медаль, я выбил ее в золоте и в серебре, и в латуне. Когда я показал ее миссер Пьетро, он тотчас же повел меня к папе. Было это днем, после обеда, в апреле месяце, и погода стояла прекрасная. Папа был в Бельведере. Явясь перед его святейшество, я дал ему в руки медали вместе с остальными чеканами. Взяв их, сразу поняв великую силу искусства, которая в них была, взглянув миссер Пьетро в лицо, он сказал, «Никогда у древних не бывало таких медалей». Пока он и другие их рассматривали, кто чекан и кто медали, я смиреннейше начал говорить и сказал, «Если бы над властью моих зловредных звезд не было еще большей власти, которая помешала им в том, что они насильно чуть было мне не явили, ваше святейшество, без своей и моей вины лишились бы верного и любящего слуги». А между тем, Всеблаженный Отче, в таких делах, где идешь на все, не будет ошибкой поступать так, как говорят некоторые бедные простые люди, когда они говорят, что надо семь раз примерить и раз отрезать. Есть ли не добрый лживый язык одного моего злейшего противника, который так легко разгневал ваше святейшество, что оно пришло в такую ярость, велев губернатору, чтобы, как только поймает, он меня повесил? То, увидев потом, какое неудобство, причинив самому себе такой великий вред, чтобы лишить себя слуги, о котором ваше святейшество само говорит, каков он, я думаю, наверное, что и перед Богом, и перед людьми ваше святейшество испытывало бы потом немалые угрызения. А между тем, добрые и добродетельные отцы, а равно и таковые же хозяева, на своих сыновей и слуг не должны так стремительно обрушивать руку, потому что сожаления потом не служат им ни к чему. Раз Господь помешал этому зловредному бегу звезд и сохранил меня вашему святейшеству, я еще раз прошу его, чтобы оно не так легко на меня гневалось. Папа, перестав рассматривать медали, с большим вниманием меня слушал. А так как тут же присутствовало много чрезвычайно важных сеньоров, то папа, покраснев немного, видимо, устыдился и, не находя другого способа, чтобы выпутаться, сказал, что он не помнит, чтобы он когда-либо отдавал такое распоряжение. Тогда, заметив это, я вступил в другие разговоры, так что я отвел этот стыд, который он обнаружил. Так же и его святейшество, вступив в разговоры о медалях, спросил меня, какого способа я держался, чтобы так удивительно их выбить, потому что они такие большие, от того, что у древних он никогда не видал медалей такой величины. Немного поговорили об этом, и он, который боялся, как бы я не начал ему поученьиться хуже прежнего, сказал мне, что медали превосходны, и что очень ему нравятся, и что ему бы хотелось сделать еще другой оборот по своему вкусу, если такую медаль можно чеканить с двумя оборотами. Я сказал, что да. Тогда его святейшество велел мне, чтобы я изобразил историю Моисея, когда он ударяет в скалу, и оттуда идет вода, а сверху надпись, каковая гласила бы «Ут бибат популус». И потом добавил «Ступай, бенвенута». И ты еще не успеешь ее кончить, как я о тебе позабочусь. Когда я ушел, папа похвалился в присутствии всех, что даст мне столько, что я смогу жить богато, уже не утруждаясь больше на других. Я усердно принялся окончать оборот с Моисеем. Глава 72 Тем временем папа занемог, и так как врачи находили, что болезнь опасна, то этот мой противник, боясь меня, поручил некоим неаполитанским солдатам, чтобы они сделали со мной то, чего он боялся, как бы я не сделал с ним. Поэтому мне стоило многих трудов защитить мою бедную жизнь. Продолжая, я совсем кончил оборот. Отнеся его к папе, я застал его в постели в преплохом состоянии. При всем том он учинил мне великие ласки и захотел посмотреть медали и чеканы. И, велев подать себе очки и огня, так ничего и не мог разглядеть. Он начал щупать их слегка пальцами. Поделав так немного, он испустил великий вздох и сказал некоторым там, что ему жаль меня, но что, если Бог вернет ему здоровье, он все устроит. Три дня спустя папа умер. И я, хоть мои труды и пропали, не упал духом и сказал себе, что благодаря этим медалям я сделал себя настолько известным, что всяким папой, который придет, буду применен, быть может, с большей удачей. Три дня спустя папа умер, 25 сентября 1534 года. Так я сам себе придал духу, похерив раз навсегда великие обиды, которые мне учинил Помпео. И, вооружившись с ног до головы, пошел в Сан-Пьеру, поцеловал ноги покойному папе не без слез, потом вернулся в банки, поглядеть на великую сумятицу, которая наступает в таких случаях. И когда я сидел в банке со многими моими друзьями, случилось, что мимо шел Помпео среди десятка людей отлично вооруженных. И когда он как раз оказался насупротив того, где я был, он остановился с таким видом, как будто хотел со мною ссоры. Те, что были со мной, молодые люди, храбрые и предприимчивые, делали мне знаки, что я должен взяться. На что я сразу подумал, что если я возьмусь за шпагу, то последует какой-нибудь превеликий вред для тех, кто, как есть, ни в чем не повинен. Поэтому я решил, что лучше будет, если я один подвергну опасности свою жизнь. Постояв этак с две «Авэ-Марии», Помпео насмешливо расхохотался в мою сторону и пошел. А эти его тоже хохотали, качая головами. И выделывали много подобных дерзостей. Эти мои товарищи хотели затеять ссору, на что я сердито сказал, что свои дела я и сам умею справлять, что мне не требуется никого храбрее, чем я сам. Так что пусть каждый заботится о себе. Рассердившись, эти мои друзья ушли от меня ворча. Среди них был самый дорогой мой друг, каковому имя было Альбертачо Дель Бене, родной брат Алиссандро и Альбицо, каковой теперь в Лионе превеликий богач. Этот Альбертачо был самый удивительный юноша, которого я когда-либо знавал, и самый отважный, и любил меня, как самого себя. И так, как он отлично понимал, что эта выдержка не от малодушия, а от отчаянной храбрости, потому что знал меня прекрасно, то, отвечая на слова, он просил меня, чтобы я сделал ему одолжение позвать его с собой на все то, что я задумал предпринять. На что я сказал, «Мой Альбертачо, над всеми другими самый дорогой, придет еще время, когда вы сможете подать мне помощь, но в этом случае, если вы меня любите, не обращайте на меня внимания, и займитесь вашим делом, и поскорее уходите, как сделали остальные, потому что сейчас нельзя терять времени». Эти слова были сказаны быстро. Постояв этак с две Ави Марии, буквально две молитвы Деве Марии, смысл же выражения, немного постояв. Глава семьдесят третья. Тем временем мои враги из банки медленным шагом направились в сторону Кьявики, к месту, которое так называется, и достигли перекрестка улиц, каковые расходятся в разные стороны. Но та, где был дом моего врага Помпео, это была та улица, которая прямо ведет в Кампо-де-Фиоре. И по каким-то надобностям сказанного Помпео, он зашел к тому аптекарю, который жил на углу Кьявики, и побыл немного у этого аптекаря по каким-то своим делам. Хотя мне сказали, будто он хвастал той острасткой, которую ему казалось, что он мне задал. Но, во всяком случае, это была его злая судьба, потому что, когда я подошел к этому углу, он как раз выходил от аптекаря, и эти его молодцы раступились и уже приняли его в середину. Я взялся за маленький колючий кинжальчик и, разорвав цепь его молодцов, обхватил его за грудь с такой быстротой и спокойствием духа, что никто из сказанных не успел заступиться. Когда я потянул его, чтобы ударить в лицо, страх заставил его отвернуться, так что я уколол его под самое ухо. И сюда я подтвердил всего лишь два удара, как на втором он выпал у меня из рук мертвым, что вовсе не было моим намерением, но, как говорится, бьешь не по уговору. Вынув кинжал левой рукой, а правой выхватив шпагу для защиты своей жизни, причем все эти молодцы бросились к мертвому телу и против меня ничего не предприняли, я одинешенек пошел пострадо Юлия, раздумывая, где бы я мог укрыться. Когда я был в трехстах шагах, меня настиг пилото, золотых делмастер, величайший мой друг, каковой мне сказал, брат, раз уж беда случилась, постараемся тебя спасти. На что я ему сказал, идем к Альбертаччо дель Бене, потому что я только что ему говорил, что скоро настанет время, когда он мне понадобится. Когда мы пришли в дом к Альбертаччо, ласки были неописуемые, и вскоре явилось знать банкинской молодежи всех наций, кроме миланцев. И все мне предлагали отдать свою жизнь ради спасения моей жизни. Также мессер Луиджи Ручелай прислал мне предложить изумительнейшим образом, чтобы я пользовался всем, что у него есть, и многие другие большие люди вроде него, потому что все они совместно благословляли мои руки, ибо им казалось, что он слишком меня угнетал, и они очень удивлялись, что я столько терпел. Мессер Луиджи Ручелай Луиджи де Кардинале Флорентийц после падения республики перебрался в Рим, где и умер в 1549 году. Глава 74 В это самое время кардинал Коронаро, узнав про это дело, сам от себя прислал 30 солдат со всякими протозанами, пиками и аркибузами, чтобы таковые отвели меня к нему со всяческими добрыми почестями. И я принял предложение и пошел с ними, и из сказанных молодых людей еще большее число меня сопровождало. Кардинал Коронаро сделан кардиналом в 1528 году, папой Климентом VII. Тем временем, узнав об этом, этот мессер Трояно, его родственник, первый папский Камерарий, отправил к кардиналу де Медичи одного знатного миланского вельможу, чтобы тот сказал кардиналу, какое великое зло я совершил, и что его преосвященство обязано меня покарать. Кардинал тотчас же ответил и сказал, «Великое зло совершил бы он, не совершив этого меньшего зла. Поблагодарите мессер Трояно от моего имени, что он осведомил меня о том, чего я не знал. И тут же, обернувшись в присутствии сказанного вельможи, к епископу Фрулийскому, своему приближенному и доверенному, сказал ему, «Постарайтесь отыскать моего бенвенута и приведите его сюда ко мне, потому что я хочу помочь ему и защитить его, и кто пойдет против него, тот пойдет против меня». Епископу Фрулийскому Бернардо де Микелоццо епископ Фурли пользовался большим доверием у пап Льва X, Климента VII и Павла III. Вельможа весьма покраснев ушел, а епископ Фрулийский пришел за мной в дом к кардиналу Корнару, и, явясь к кардиналу, сказал, что кардинал де Медичи посылает за Бенвенутой и хочет сам быть тем, кто будет его охранять. Этот кардинал Корнару, который был сердитый, как медвежонок, весьма разозлясь ответил епископу, говоря ему, что он также способен охранять меня, как и кардинал де Медичи. На это епископ сказал, чтобы он сделал милость устроить, чтобы он мог сказать мне два слова не об этом деле, а по другим надобностям кардинала. Корнару ему сказал, чтобы на сегодня он считал, что со мной поговорил. Кардинал де Медичи был очень разгневан, но все-таки я пошел на следующую ночь без ведома Корнару под надежной охраной посетить его. Затем я попросил его, чтобы он сделал мне такую милость и оставил меня в доме усказанного Корнару и сказал ему, с какой великой учтивостью Корнару со мной обошелся. Так что, если его преосвященство позволит мне остаться у сказанного Корнару, то у меня окажется одним другом больше в моих нуждах. А, впрочем, пусть он располагает мною во всем, как будет угодно его преосвященству. каково мне ответил, чтобы я делал как мне думается. Я вернулся в дом Корнару, а через несколько дней папой был избран кардинал Форнезе. Алессандро Форнезе был избран папой под именем Павла Третьего 13 октября 1534 года. И, покончив с более важными делами, папа сразу же затем спросил обо мне, говоря, что не желает, чтобы кто-нибудь другой делал ему монеты, кроме меня. На эти слова ответил его святейшеству некий его приближенный вельможа, какового звали мессер латино ювенале. Он сказал, что я в бегах из-за убийства учиненного над некоим миланцем Помпео и добавил все мои основания весьма благожелательно. На каковые слова папа сказал, я не знал о смерти Помпео, но хорошо знал основания Бенвенутта, так что пусть ему немедленно выправит охранный лист, с каковым он был бы вполне безопасен. Тут же присутствовал один большой друг этого Помпео и нарочитый приближенный папы, какового звали мессер Амброджо и был он миланец. Мессер Латину Ювенали Джовенали Монетти 1486-1553 настоятель храма Святого Петра гуманист был в дружеских отношениях со многими известными писателями своего времени. Мессер Амброджо Амброджо Рекалькати секретарь Павла Третьего впавший потом в немилость. Амброджо сказал папе «В первые дни вашего папства нехорошо бы оказывать такого рода милости». На что папа, обернувшись к нему, сказал ему «Вы в этом понимаете меньше, чем я. Знаете, что такие люди, как Бенвенуто, единственные в своем художестве, не могут быть подчинены закону. И особенно он, потому что я знаю, насколько он прав. И, велев выдать мне охранный лист, я сразу же начал ему служить с величайшим благоволением».